На дистанционном. Ну что, нас мало, но мы сильняшка. Я целый день думал, что я скажу эту правду. Когда я, знаете, первый раз услышал эту правду, с детства это еще правда, да, нас мало, но мы сильняшка. Я всегда думал, что сильняшка это что-то морское. А вдруг что-то, когда я не в этот раз помню, что мы сильняшка, я увидел, что спецназовцы, те, которые не выполняют, все задания не должны принять. Поэтому те, кто здесь, слава Богу, у нас есть от Бога предназначение, задание, да. Ну что, знаете, как еще, если помните, второй, третий класс школы был такой момент по математике, для того, чтобы сложить дроби, нужно было их привести к общему знаменателю. Знаете, мы вот с братом, да, 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 мы вот с братом рассуждали, апостол Павел, он использует такой, как бы, образ, когда говорит о Духе Святом. Он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, да, но исполняйтесь Духом. И я вдруг увидел так, два человека, которые абсолютно в разном эмоциональном состоянии могут находиться. Может, у кого-то шторм в голове, у кого-то радость, у кого-то смятение, у кого-то страх, да, но эти два человека, они вдруг там опрокидывают дверьюмки, и ты смотришь, у них, они выравниваются по эмоциональному состоянию, они друг друга начинают понимать, они как бы приходят к общему знаменателю. Знаете, я понимаю, что когда мы исполняемся Святым Духом, вот то же самое должно происходить. И мы со своей стороны должны, как бы, ну, сфокусироваться на этом моменте очень сильно, потому что когда мы являемся платформой, да, на эту платформу сходит Святой Дух. И я думаю, что Духу Святому немножко сложно. Иногда бывает, когда мы разношерстные, когда мы неоднородные, когда мы разные, да, и вот наше служение, прославление, поклонение, как раз это время для того, чтобы нам стать однородными, для того, чтобы нам, ну, соединиться, да, и стать вот такими, чтобы Духу Святому с нами было легко, чтобы соединиться в Духе. Аминь. Я верю, что теми силами, которые у нас остались, мы сегодня коснемся неба. Но это не ответственность их, это ответственность Твоя и моя. На каждом месте, где мы находимся. Аминь. Когда ты фокусируешь свой внутренний взгляд, когда твои внутренние глаза, сердце, они открыты, и ты смотришь не по сторонам, не думаешь, как на тебя кто посмотрит, что там. Будь в свободе просто, брат, сестра, будь в свободе. Аминь. Аллилуйя. Отец, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность сегодня здесь быть и соединяться в Своей хвале, соединяться в Своем прославлении Тебе. Смотреть на Твою красоту, созерцать Твою красоту, Господь, прикасаться к Твоей святости, Господь. Приди Духом Твоим сюда, на это место, и сели, Господь, нас. Мы нуждаемся в Твоих словах, мы нуждаемся в Твоей атмосфере, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Пусть свет Твоего лица, он осветит наши сердца, он зажжет, он сделает светлыми наши сердца, Господь. Пусть Твое присутствие, оно наполнит нас внутри, сделает нас сильными против тех бурь и против всех тех штормов, которые снаружи, Господь. Пусть свет Твоего лица, он обратит всякую тьму, Господь, вспять. Он обратит всякую тьму, чтобы враг, выступив на нас одним путем, он семью путями от нас побежал. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы нуждаемся в Тебе, больше всего остального. Аллилуйя! Пусть свет Твоего лица, Господь, мы нуждаемся в Тебе, ибо мой Господь победою венчан, я знаю, победа за Ним. Мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, Ведь Господь эту битву ведет. Ты ведешь эту битву, Бог, Ты сражаешься за нас, Господь. В имени Иисуса власть и сила, Он в любой борьбе не победит. С Ним пред любым предстану велико нам, Я знаю, победа за Ним. Я знаю, победа за Ним. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня, знаю, меня победа ждет, Знаю, меня победа ждет, Ведь Господь эту битву ведет. Знай, у меня победа ждет Несмотря ни на что, Господь Несмотря на все зло, Ты все вворачиваешь добро Господь, Тебе мы доверяем, Тебя славим, Господь Одна надежда на Тебя, Господь Все зло, что обрушил наш враг на нас Ты обращаешь в добро Все зло, что обрушил наш враг на нас Ты обращаешь в добро обращаешь добро все зло что прошу наш враг на нас ты обращаешь добро обращаешь на все зло все зло что пришел наш враг на нас ты обращаешь добро обращаешь добро все зло ты обращаешь добро Все зло Ты обращаешь добро, Тебе хвала, Тебе хвала Бог, Аллилуйя. Тебе хвала Бог, Тебе хвала Бог, Тебе хвала Великий Бог. О, Великий Бог, мы славим Тебя и благодарим Бог. Спасибо Тебе, Господь, Спасибо Тебе, Господь, Тебе вся слава и хвала Тебе. Великий Бог, Тебе все слава, Ты добрый Бог, Ты добрый Бог. Мы знаем, Господь, что когда мы с Тобой, Ты всегда с нами, Господь. Мы знаем, Господь, что победа, она за Тобой. Мы знаем, что победа за Тобой, Господь. Ты над всем, Господь. Для Тебя нет ничего невозможного, Бог. Мы доверяем Тебе, мы славим Тебя, Господь. Славим Тебя, Господь, славим Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Касайся сердец, Господь. Коснись сердец, Господь. Мы же ожидаем Тебя, Господь, мы ожидаем Тебя. Мы ждем Тебя, Великий Бог. Тебе вся слава, Тебе хвала. Вооружен мой враг, но все же бессилен. Он бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Мой Господь, мой Господь победою пенчан. Мой Бог непобедим. Мы верим, что наш Бог непобедим. Мой Бог непобедим. Мой Бог. Мой Бог непобедим. Я верю. Мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Ты ведешь эту битву, знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Господь, мы верим Тебе, Господь, и Твоему слову, великий славный Бог, Ты наше прибежище, мы в Тебе укрываемся, Господь, славим Тебя, Господь и благодарим за то, что мы можем здесь сейчас стоять, за то, что мы можем Тебя славить, Господь, за то, что мы можем Тебе поклоняться, сейчас нет для нас преград. Господь, спасибо Тебе, великий Бог, что Ты нас сохранил, Господь За то, что Ты нас хранишь, Господь Спасибо Тебе, Господь, что Ты ведешь нас, Господь Ты нас никогда не оставляешь Твоя рука всегда над нами, Господь, несмотря ни на что Боже, помоги нам всегда смотреть на Тебя Всегда смотреть на Тебя, Господь Чтобы наш взор был только на Тебе, Господь Великий Бог, Боже, мы славим и благодарим Тебя Тебе вся хвала и величия Великий Бог и прекрасный Отец Ты наш защитник, Ты наше убежище Слава Тебе, Господь Аллилуйя Я даже не знаю, правильно ли мы делаем, что мы прерываемся сейчас На свидетельство, ну как бы, есть такое Хочется оставаться, да, вот в этом вот моменте, в поклонении Ну, можем оставаться Давайте, мы в принципе по стороне, то можем и побаловаться, аминь Давайте, будем дальше У нас одно свидетельство, да, что мы здесь все живы, что мы здесь все целы За то, что в Запорожье сейчас спокойно За то, что Господь хранит нас, хранит наш город Славе мы благодарим Его Неустанно молимся Тебе, Господь Великий Бог Слава Тебе, слава Тебе, Великий Бог Слава Тебе, Господь Господь, ты ведешь нас Бог В те глубины, Господь, куда нас ты призвал Спасибо Тебе, Господь, что Ты нас ведешь, Великий Бог Глубины, вот меня призвал Ты Мне не пройти И без Тебя Но вера крепнет в океанах Там явишь мне, Господь, себя Я имя Бог Твое зову И взгляд я с пол на Тебя смещу В душе моей Ты дашь покой во время бурь Ведь я в Тебе, а Ты во мне Господь Во время наш штормов Ты всегда с нами И Ты нас выводишь из этих штормов, Господь Мы славим Тебя, Великий Бог Тебе вся хвала, Господь, Великий Бог В пучинах больше благодати Рукой своей меня спасешь Где страх объял и нет опоры Ты не подводил и не подведешь Я имя Бог Твое зову И взгляд я с пол на Тебя смещу В душе моей Ты дашь покой во время бурь Ведь я в Тебе, а Ты во мне О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Твоё зову, я имя Бог Твоё зову, И взгляд я с волн на Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, Бог, Ведь я в Тебе, Бог, ведь я в Тебе, Бог, А Ты во мне. Ты во мне, Бог, Тебе я доверяю, Лишь Тебе, Бог. Тебе мы доверяем, Бог, Безгранично доверяясь Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяясь Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяясь Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяйся Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Когда ты рядом, Бог, нам ничего не страшно, Когда ты рядом, Господь. Великий Бог, ты наше сокровище, Господь. Ты наша драгоценность, Великий Бог. Тебе все слава и хвала, Великий Бог, Прекрасный, любящий. Я имя Бог Твое зову, И взгляд я с пол на Тебя смещу. Душе моей ты дашь покой во время бурь, Ведь я в Тебе, а Ты во мне. Безгранично доверяйся Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяйся Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяйся Духу Бога, Пусть ведёт меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, Станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Господь, скрой нас, Господь, под Своим крылом, великий Бог, И храни нас, Господь, под Твоей сильной рукою. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы нуждаемся в Твоей защите, Господь, Великий Бог, Господь, мы склоняемся при Тобой, Господь, Мы сдаемся, Господь, при Тобой, Великий Бог. Скрой меня своим крылом, Сохрани под сильной рукой. Пусть бушует шторм и гром гремит, Но ты с нами, И нам ничего не страшно. Найду покой В Тебе, Христос, Верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гремит, Над бурей буду я с Тобой парить, Мой отец ты царь над всей землей. Я не боюсь, Мой Бог сам. Пусть бушует шторм и гром гремит, Над бурей буду я с Тобой парить, Мой отец ты царь над всей землей. Я не боюсь, Мой Бог сам. Пусть бушует шторм и гром гремит, На бурей буду я с Тобой парить, Мой отец ты царь над всей землей. Я не боюсь, Мой Бог сам. Я не боюсь, Мой Бог сам. Я не боюсь, мой Бог, со мной. Я не боюсь, мой Бог, со мной. Я не боюсь, мой Бог, со мной. Господь, Ты с нами, Ты с нами, был и будешь Ты с нами. Ты с нами, Господь, Великий Бог. Ты с нами, Бог, Великий, Прекрасный и чудный Творец. Ты с нами, Ты с нами, Ты здесь, Бог, Великий Бог. Ты есть Альфа и Омега, Ты начало и конец. Ты с нами, Великий, Прекрасный и чудный Бог, Ты с нами. Тебе хвала, Тебе хвала. Мы с Тобой, Господь, будем парить над всеми этими штормами, Господь. Пусть бушует шторм и гром гремит. Над бурей буду я с Тобой, над бурей буду я с Тобой парить. Мой отец, Ты царь над всей землей. Я не боюсь, мой Бог, со мной. Слава Тебе, Господь, Великий Бог. Спасибо Тебе, Господь, что Ты никогда нас не оставляешь. Ты всегда с нами, Господь. Мы можем отвернуться от Тебя, но Ты никогда от нас не отворачиваешься, Господь. Ты всегда нас ждешь. Ты всегда нас любишь, Господь. Тебе за все славу и хвала, Боже, заботливый и любящий отец. Тебе за все славу и хвала, Боже, заботливый и любящий отец. Тебе за все славу и хвала, Боже, заботливый и любящий отец. Тебе за все славу и хвала, Боже, заботливый и любящий отец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому я хочу, чтобы каждый что-то высказался Я сегодня не накладываю монополии на микрофон Я сегодня хочу, чтобы каждый поделился пережитым Я понимаю, что сегодня я сейчас калькулятор достал Отнял все, прибавил все дни с 24 февраля до сегодняшнего 2 У нас 37 дней, как мы в таком состоянии Если еще брать внимание и 24, то 38 дней получается Я хочу, чтобы каждый поделился, может быть, вспомнил какие-то моменты Какие-то трудные, которые были Через что Бог провел, какие откровения, может быть, были Ну и каждый, чтобы... Да, это как свидетельство, как благодарение одновременно И как, ну, как общение Чтобы, ну, мы-то все Все с этим, знаете, столкнулись впервые Правда? Но я знаю, что когда строят корабль Его строят с расчетом, что он должен пройти через шторм Если вдруг шторм случится Иисус, когда говорит, да, слова Он говорит, кто слушает слова мои и исполняет Я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне Поэтому, когда наперли бури, штормы, ветри Дом тут устоял, правда? То есть, да, на скеле То есть, знаете, когда строят дом Надо учитывать все природные явления, которые происходят Там штормы, которые, ветры, ураганы Торнадо, я не знаю еще У нас, слава Богу, нету этого, да Ну, мы видим, что это Землетрясение даже, знаете, сегодня уже Вот эти современные небоскребы, которые строят Их строят с учетом того, что может быть землетрясение Я понимаю, что когда Бог, Он дал нам свое слово То, если наш фундамент правильный Если мы все делали так, как Иисус говорит То нас ни один шторм, Он не может поколебать Аминь Нас ни одна буря Нас ни одно землетрясение Ни одно торнадо, оно не может Выбить, ну, вот это основание Мы будем стоять Это, ну, Христос сказал Потому что наше основание – это вечное Серега, я вижу, ты снял курточку, да? Ну, да Приветствую церковь Всех, кто здесь, кто там Знаете Ну, Бог не оставляет Мы всегда выходим, свидетельствуем Да, часто наши свидетельства Они, мы говорим, как вот там Та нужда восполнилась, а та нужда порешалась Там кто-то нас что-то благословил Это классно, но да и аминь Я сам, ну, хорошо, когда какие-то нужды И Бог их восполняет И вот на фоне этого, но меня больше всего радует Когда со всем этим приходит еще слово И когда слово, знаете, я в каком-то откровении Либо новое откровение, либо я в старом откровении Обновляюсь, глубже ухожу И еще корни пускают И вот именно хотел засвидетельствовать Что за вот эти вот последние дни Начну с материального Что за все это время у меня, как бы, скажем так Работа не совсем пропала, но упала в разы В разы упала на данный момент И я увидел, как рука Божья Все это время у меня восполнялись Мне приходили Однажды даже прилетели деньги И я не нашел даже вообще откуда Мне высветило имя, как вот, знаете В приложении кто Я не знаю этого человека И никто не обознался со службы У меня было как-то давно еще там Сыну кто-то неправильно перечислил деньги Мне со службы обратились А сказали, человек ошибся Вы можете вернуть назад? Я говорю, ну если вы со службы Именно банка и человек ошибся Заберите эти деньги обратно Чтоб я вам никакие данные не передавал Я боюсь, что вдруг мошенники Они говорят, все, мы получили ваше разрешение В данном случае этого не было Я вижу вот это, знаете, сверхобеспечение Но меня больше всего поразило Когда я начал над этим размышлять Видеть, как вот Бог не оставляет И мне вот это слово, говорит Что я взятый в удел Вот это колено Левина, говорит Вы не будете, вы нигде землю свою не получите Потому что вы мой удел Я буду вас обеспечивать Я, говорит, я буду находить вот эти каналы Через которые, говорит, я буду о вас заботиться Вот это меня вот То, чем я хотел с вами поделиться Что я в очередной раз увидел Что я Божию делаю Я в его руке И он обеспечитель мой Аль-Глуй Серега, прям до слез Кто еще, братья? Я, ну Да, Давид, давай Приветствую, дорогая церковь У меня такое свидетельство Немножко сворованное Ну, точнее, я просто свидетельствую за своих родителей Потому что, как бы это связано непосредственно со мной Я сейчас подведу мысль основного В общем, мои родители с семьей живут в Михаловке Это 70 километров от Запорожья И этот поселок сейчас, ну, под Россией Да, оккупирован И более того, если ехать с Михаловки до Запорожья Это надо ехать через Васильевку Которую разбомбили просто Ну, в общем, дорога не из легких И тут в какой-то момент открыли зеленый коридор Первый только с Михаловки до Запорожья И до этого, ну, там, мне родители рассказывали Что папе пришло слово, что Если будет зеленый коридор Вот за день до этого Первым же автобусом садитесь и едьте То есть какое-то пришло внутреннее понимание Того, что нужно делать И буквально там на следующий день Там зеленый коридор и все И папа собрал семью и отправил Они поехали, приехали, все хорошо Но следующий автобус, который ехал Ну, буквально следующий Он попал под обстрел То есть, ну, я так понимаю, жертв не было Но суть не в этом Я уже так размышлял И я подумал, вот как вера действует Она не действует, когда там все уже переехали И ты такой, ну, ладно, я поеду Вера, она немножко забегает вперед И действительно, это сильное свидетельство Ну, в первую очередь для меня Ну, то есть, как бы, это не моя вера Но мне было очень, ну, приятно Что Богу так вот послужил нашей семье Ну, так, такое откровение Это, не знаю, свидетельство лично для меня сильное И сейчас я в Запорочестве со своей семьей То есть, слава Богу Бог хранит, Бог с нами Аминь Мы как рады, что ты с нами вместе Потому что, ну, да Он вчера пишет мне, говорит А что там это самое служение, да Я говорю, а ты петь можешь? Он говорит, да, в принципе Я говорю, давай, приезжай, все Кстати, в вакансии, ну, на вокал еще надо, люди? Ну, чтобы, да Если кто хочет, ну, кто-то знает, что может петь Пожалуйста Ну, это сейчас очень ценно Ну, надо, да, так петь, чтобы оно, как бы, ну, вместе Тут, как бы, тут, как бы, неканоническое пение не подойдет Надо, чтобы, как бы, все было стройно и слажено Кто еще, да, да Приветствую тоже, кто нас смотрит И вас, братья и сестры Меня, конечно, отсутствовало два года Да, может быть, меня и не знает кто-то Но я уже давно в этой церкви Я занимаюсь детским служением с сиротами Наша семья, уже 13 лет мы им служим Но сейчас не об этом Я к том, что, кто, если видел меня в чате То, чтобы вы понимали, что это я, да Вот, я о том хочу сказать, что Когда началось тоже вот эти все предпосылки То 16-го, может быть, нападение То 22-го Вот, у нас, к нам с Германии приехала Моей дочке свекровь Ей надо было обновить документы Вот, и я ему уже говорю Давай мы на всякий случай Нет у нас паспортов Давай сейчас сделаем А я в мае планировала к детям в Польшу ехать Они у меня в Польше Вот И такие у меня мысли там были Сделать сейчас и поехать Ну не в мае, а сейчас Ну, потому что там то 16-е, то 22-е число И такие у меня мысли были Сделать паспорта и поехать Это 22-е, 23-е пересидеть Если что-то так, то побудем там Если нет, ну похостим и вернемся Вот, ну и когда мы на паспорта сдавали У меня такая тоже опять мысль была Сделайте быстрые Ну там Вот, ну на быстрые не было денег Потому что сваха нас благословила Только на обычные Вот Ну я так думаю, Господь Если, ну как бы нам надо будет уехать То ты все равно и по-любому нам устроишь Вот Ну и так в семье у меня братья Что-то только остались А, ну У меня вообще 4 брата у меня было А сейчас только 3 осталось Один уже не с нами Вот, ну и как бы Я думала, если мы поедем Мама же у меня еще живая Ну как бы оставлять ее на братьев И на невестку Ну не серьезно И, а с другой стороны Саша мне начала говорить Что типа Если тут что-то начнется То мы поедем Ну поэтому ты решай сразу Со своей мамой На кого ты ее оставишь Потому что перед этим Она болела ковидом И я у нее жила Месяц И потом после, ну были последствия Я еще у нее жила И она так Ну начала ко мне прилепляться Потому что до этого У нас не было с ней таких отношений Вот у меня когда я была Ну были у меня 4 брата Я была девочка Ну папа был ко мне так прилеплен Вот именно к дочке Что рыбалка Я с ним там Машину ремонтировать И одно как-то И у меня с папой Были лучшие отношения Чем с мамой Мама с работы приходила Пятеро детей Домашние всякие хозяйства Ну то есть как бы Она нам много времени Мне не уделяла И помимо этого Я еще служила своим братьям С детства То есть 2 младших Были на мне То есть я такая рано повзрослела Была такая мамочка И вот с мамой У нас не было отношений И когда вот она заболела И мне пришлось к ней переехать У нас, ну вот благодаря тому Что она болела Мы, ну как бы Бог нас соединил Мы начали общаться То есть я ее по-другому видела Она меня Она как бы знала Что я служу детям-сиротам И она поэтому Никогда не претендовала Чтобы я ей много времени уделяла Потому что она сама Работала в училище В столовой И там дети вот это Кто учились И она такая Своих много детей Там дети То есть для нее это было близко Что я детям свою жизнь посвятила Вот И тут этот момент Что мы с ней соединились Вот И послужили ей Ну и когда пришел момент Что вот Да, началось все Муж мне начал говорить Ну и я такое решение приняла Что если муж мне скажет Что ехать То я, конечно, не буду смотреть Что мама Если она захочет с нами Мы ее заберем Если нет Тогда я ее оставлю То есть я буду с мужем Не буду с ним разделяться И когда пришел Вот этот весь момент Паспорта нам сделать не успели Ну сказали Что типа можно и без паспортов И еще эти первые же дни Выпускали Мужчин можно было уехать Но муж мне сказал Я останусь здесь Бери маму И едь А у меня внутри слова Такое Ну типа не рассоединяться с ним То есть мама не хочет Во-первых, мама не хочет ехать Во-вторых, как-то у меня нету Такого внутри Чтобы с мужем расставаться Ну то есть чтобы оставаться с ним И он мне еще сон свой рассказал Тоже у него такой был Он там по-своему его понимает Я его не очень понимаю Но у него же свои отношения с Богом Что он говорит Что у меня мир внутри Что у нас тут все будет нормально Поэтому не переживайте Поесть спокойно Ну то есть есть повод Дочку все равно увидеть Ну нет вот у меня внутри Я намолюсь А мне, ну Господь, что делать Вывозить маму Ну то есть ради нее А еще получается Я такая в мирное время Не очень люблю Ну дорогу ездить А тут еще Ну все этот момент Когда обострилась Ну что тяжело выезжать И у меня еще Ну как бы здоровье начало Ну да, хорошо, да Я к тому, что да Вот что То есть не было возможности выехать Ну то есть со всех сторон Тут Бог мне говорит Сиди Тут физически я понимаю Что я не могу И мы остались Ну как бы И за это время Мы маму забрали теперь к себе И мы еще больше Как бы Я к тому, что мы еще больше С ней объединились Она стала молиться Она стала ну какие-то там Свои ну там Высказывать Ну как она видит Бога Ну то есть Бог сделал так, что Ну я приняла решение Все-таки оставаться с мужем И он нас еще больше объединил А еще я хотела добавить то, что Вот мы молились Сколько мы служим детям Да Все эти годы И Бог так сделал Вот мы служили чужим детям А моих детей Он задолго до войны Вывел из страны Что они не видели этого Из-за своих детей Я не переживала То есть Я в покое Что они не здесь Они не переживают это Вот и Ну во всем Как бы вижу устройство Божье То есть все, что мы Ну вот Бог Я хочу сказать, что Вот этот год, который мы объявили Год жатвы Он действительно Год жатвы То есть я была мамой Для других детей И Бог в конце Как бы Да, вот этого Моего Ну не в конце То есть в кульминации Моего служения Он объединил меня с мамой Дал возможность Ей тоже послужить И понять, что Я не только мама Но я еще и дочка Своей мамы Вот такая Аллилуйя Да, пожалуйста Там просто шутка Камера была Нет, просто шея десант Да всех слышно Когда начало Камеру не слышно Камеру не слышно Там же онлайн Дело в том, что Ну вот когда начались Начались все эти действия И Ну было страшно Да, как всем Вот прямо первые часы Да И мы как христиане Да, ну должны Оставаться в покое И мы же в Боге Да И я говорю Господь Ну что происходит Открываю Библию И Мое успокоение Это Библия Да Слово Божие И вот первое Что я читаю Написано И сказал ангел Марии Не бойся Я думаю Ну И сказал ангел Лили Мне Не бойся Ну все Господь Я не боюсь Ну вот так вот Бог утешил Там где мы Там безопасная Аминь Бог Мы даже Ну не можем понять Всех путей Господних Через которые Господь работает Да Потому что То слово Которое Сказал Бог Я могу Это слово Слышать И мне Ну пролетит Мимо ушей Я вообще Ни баня Не обращу А для человека Которому Это Бог Говорит Именно для него Бог знает Что сказать Это так Как снайперская Как снайперский Выстрел Просто в цель Аминь Кто еще Кто Да Темыч Тоже Второй Второй Или третий День Войны И было Куда уехать Тоже К хорошим Друзьям Безопасное Такое место И Господь Два раза С таким Очень Очень Сильным Миром Сходил И мы Там с братом Брат у меня Ночевал И мы молились И два раза Очень мощный Мир Сходил И мы Ну два раза В смысле В этот день Пытались уехать И два раза Господь Вот он Нас останавливал Именно вот И И два раза Мы не смогли Уехать Да Ну не то чтобы Не смогли В смысле даже Люди Садились в машину Уже ехали за мной Говорили Все Уже выехали Вот А я сижу Я понимаю Что мир сошел Мне по плоти Хочется уехать Вот А по духу Я понимаю Что мне нужно Оставаться И Вот И Просто И потом Человек Перезванивает Говорит Слушай Ну мы за тобой Еще не выехали Хотя уже сказал Что выехали Говорит Ну что делаем Я говорю Я хочу остаться И То есть Эти люди Оставались Ну потом уже Уехали Но я остался Я вообще Как бы не пожалел Потом Тем людям Которым я хотел Уехать У них там вообще И у одних И у других Там обстоятельства Начали меняться Ну в относительно Худшую сторону Да То есть И Я понимаю Что еще Я бы был Им В тягость Как бы Да То есть И Важный Ну важный Такой момент Да Что нужно Очередной Раз В своей Жизни Да То есть Один из Один из Приоритетов Моей жизни Это послушание Духу Святому Да И И Очередной Раз В жизни Я убеждаюсь Да Как важно Слушать Бога Как важно Быть на том месте Где Бог тебя Хочет видеть Да То есть И Ну И Ну по сравнению Да Там Со многими Другими Или вообще Куда я Хотел там Уехать Ну вообще Я просто Ну вот реально Как кот В масле Да Там И И вот По поводу Обеспечения Я понимаю Что И такое просто В моей жизни Было не один раз Да То есть Когда я оставался На том месте Куда ходит Где хочет меня Видеть Бог Хоть обстоятельства Вроде бы Поначалу Казались Какие-то там Штормовые То есть И приходила Благодать И приходило Обеспечение Да То есть Ну мне В эти дни Во время Обеспечения Ну точнее Во время Всех этих дел Приходило Обеспечение Больше чем Когда Наверное Либо мне в мире Вообще Приходило Когда был мир То есть Господь Настолько Ну вот Благословлял Потом я Где-то Эти деньги Там тоже Куда-то сеял Вот вообще Ну Бог верный Да Да Там на западную На Заграницу Да То есть И есть Неверующие То есть Ну просто Вот Родственники Какие-то там Знакомые И вот я вижу Разницу Да Вот Между Верующими И неверующими То есть Я вижу Какое Устройство В принципе В большинстве Случаев У верующих Которые Уезжают И что Бог устраивает Так или иначе Да То есть И вижу Какое С какими Препятствиями Так скажем Да Сталкиваются Люди Неверующие То есть И Ну и Видно Да То есть Господь Говорит Я покажу Разницу Между Служащим И неслужащим То есть И вот Вот это Так если В общем Да Вот я Вот так Беру Но если Рассказывать Конкретно Отдельный Случай Их Много Вообще Да Вот За последнее Время Которых Я услышал Их Много И те И допустим Вот Как брат Рассказывал По поводу Выездов По поводу Обстрелов Да Вот Все Друзья Которые Выезжали С оккупированных Территорий Даже Тогда Выезжали Когда Вот Недавно Было Дня Три Четыре Назад Когда Государство Сказало Что Не будет Коридоров Потому что Готовятся Провокации И все Равно В это Время Мои Друзья Выезжали И все Равно Их Бог Сохранил И Это Само И не Было Ну Никаких Провокаций А А потом На следующий День Уже Вроде Коридоры Были Но Были Обстрелы И вот Такое То есть Я Я Видел Вот Ну Вот Потому что Ну Там Не одни Так Скажем Люди Проезжали Через Меня Да То есть Я Духа Святого Да То есть И Ну И Молились Да Вот Эти Моменты Да То Что Мы Промаливаем И Мы Молимся Да Вот Это Вот Так Вообще А Так В общем Очень Много Свидетельства Очень Много Чего Сказать Но Мы Еще Успеем Аллилуйя Да Да Время Когда Нужно Жить Верой И Причем Написано Праведной Своей Верой Будет Жив Аминь Я Еще Знаете Такое Свидетельство Было Как Тоже Нахлынули Слезы Не Поблагодарил Господа Что Он Так Все Меня Проводит И Хотел Б Знаете Еще Поблагодарить Людей Которые Принимали Во всем этом В моей Жизни Участие Что Они Были Послушны Богу Что Они Открыты Для Него Как Орудие Потому Что Ну Людей Надо Благодарить Кто Тарас Красава Постараюсь Очень Коротко Три Вече Сказать В феврале У нас Было Много Возможностей Уехать В Польшу Но Настя Не дать Соврать Вот Мы Реально Мы Сидели И Думали Ехать Не Ехать Есть Там Квартира Есть Работа У Меня Там Сейчас Мама И Брат Вот И Вот Мы Сидим И Как Бери Едь Но Как Тупик Как То Нет Мира Чтобы Ехать Потом И Уже Тогда Пошла Нагнетание Обстановки То Что Вот Будет Война Уже Тогда Начал Говорить Байден Что Что У нас Здесь Будет Я Думаю Хотя Все Факты Говорит О том Что Чтобы Мы Поехали Но Как То Думаю Ну Вот Как То Мира Нет И Все Таки Наверное Мы Я Не Пожалел Что Мы Остались Тут Потому Все Как Никак Но Мы Моральная И психологическая Поддержка Для Папы Для Братьев Которые Ко мне Приходят Допустим Моя Семья Даже Что Мы Тут Хоть Это Маленькая Часть Но Хоть Это Есть Вторая Вещь Это Ну Я Очень Люблю Читать Царств И Сейчас Конечно Эта книга Абсолютно По-другому Мне Открылась А когда Допустим Я читаю Когда Шибалет И Сибалет Да Там Там была Цифра Что Их там Погибло 20 тысяч Я так Посчитал 20 тысяч Если по Площади Это 6 Футбольных Полей То есть Это вот так Усеяно Трупами Я так думаю Я так это читал Ну раз 15 Думаю Ну типа Ладно А сейчас Я по-другому Вообще Не понимаю Что это такая Цифра Допустим Когда Ну там Были такие цифры Что погибло Когда Когда Гонялись За Сыном Давидовида Забыл И Иоаннафаном По-моему Да Не-не Не Иоаннафан А Да Когда И тогда Сказано Что В том лесу Погибло По-моему Да По-моему Там погибло 20 тысяч А при Шибалете По-моему 32 3000 Ну в общем И в том лесу И там еще Такая сказано Что В тот день Лес забрал Больше жизни Чем меч Короче Я думаю Ого То есть Это Прикиньте Какие там Были Ну не то что Ловушка Там когда люди Бежали Да Там кто-то В ветку В яму В ров И То есть Я думаю Такие цифры Такие цифры И Вот Постараюсь И Обратил Внимание На жизнь Давида Да Когда Ну ведь Сколько Давид Прожил Да Сколько у него было Событий Что он и От царя Бежал И вот И сколько Он был битв И вот Как бы Давид В конце Почти в конце жизни Говорит И воспел Давид Песнь К Господу В день Когда Господь Избавил Его От рук Всех Врагов И от руки Саула И сказал То есть Сейчас Прочту И мне кажется Это настолько Вот Давид Сказал С такой Твердостью С опытом С таким С практикой С духовной Таким Практикой Это не просто Та типа С слова Богу Или там Еще что Мне кажется Когда он Говорил Мне кажется У него в голове Столько событий Где его Бог вел Проводил И Давид Говорит Господь Твердыня Моя И Крепость Моя И Избавитель Мой Бог Мой Скала Моя На него Я Уповаю Щит Мой Рог Спасения Моего Да Ну и тут Целая Глава И Запало В сердце Объяли Меня Волны Смерти То есть Волны Я бываю Дома Сижу Читаю Новости Приходят Какие-то События И вот такие Волны Буря Шторм Вроде бы Иногда Бог Дает Утешение А потом Бывает Что-то Приходит И в день Так По раз Десять Вот такие Волны И Буквально Третье Общался С одним Братом И просили За него Молиться В церковном Чате Он сейчас Служит На Передовой Его Отправили В первый День Когда Это все Началось 23 Часа Его Отправили С его Частью В Мелитополь То есть И он Говорит Ну мы Типа Когда мы Туда Ехали Все Так Шутили Анекдоты Рассказывали Думали Что там Будет Когда Они Туда Приехали Говорит Такой У нас Начался Ад Говорит Их Начали Брать В Кольцо И И он Говорит Что А Его Коллега Застрелил Человека Да Их Когда Их Это Брали В Кольцо Говорит Потом Вот Этот Ну Его Коллега Да Или Как Правильно Сказать Сослужит Говорит Два Дня Был Синий Говорит Это Настолько Тяжело Стрелять Говорит И Кстати Очень Много Благодарил За Молитвы Говорит Что Реально Вот Ваши Молитвы Спасибо За то Что Церковь Молиса Говорит Очень Много Раз И Они Они Были На Грани Того Что Они Попадут В Плеплен Они Кое Как Всякими Путями Вырвались Из Мелитополя Потом Они Попали В Такмак Их В Такмаке Опять Начали Брать В Кольцо Но Слава Богу Что В Его В Взводе Никто Не Погиб Кстати Да Это Вообще Что Нет Потеря Говорит Даже Одному По-моему Снайпер Попал В шею Говорит Ну Тот Выжил И Говорит Что Там Неверующих Нет Да На войне Нет Неверующих Говорит Люди Постоянно Молятся Говорит И там Говорит Когда В 2-3 Километрах От тебя Танк Стоит И Поворачивает На тебя Дуло Все Тебе Некуда Бежать Говорит Ты Вот так Попадаешь Говорит И только Молиться Да И Когда Их брали Когда Их брали В кольцо В Токмаке То Получается Они потеряли Связь С руководством И Слава Богу Что Они как-то Что Местные Жители Им Подсказали Дару Дорогу Как Вот Это Вы Выйти Потом Их Там Встретили Два Автобуса И Когда Они Ехали На Автобусе Они Видят Стоит В поле Танк Ну И Танк Поворачивают К ним И все Они Вот так Все Прижались И все Начали Все Молиться Слава Богу По-моему Я уже точно Не помню Это был Наш Танк Наш Танк Вот Да Не 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 Выстрел В них И В общем Прямо Раз Пять Он Сказал Именно Спасибо За Молитву Я вижу Как Бог Вижу Как Бог Да Как Бог Тебе Где Действовать Аллилуйя Я не хотел Оскорбить Женщину Когда Сказал Что Мужчин Получается Коротко Говорить Просто Знаете Я Как Ну Уже У меня Есть Супруга Ты Да Я Просто Говорю У меня Как У мужчины В голове Один Всего Лишь Процессор А Вот У моей Супруги Я Всегда Мы Так Шутим Но Это Шутка Которая В Каждой Шутке Есть Доля Правды У нее Процессоров Девять То есть Знаете Как У кошки Девять Жизней Ну Я Так Ну Образно Да У меня Одноядерная Я Вообще Понятия Не Представляю Как Вот Все Взаимодействия Происходит Между этими Процессорами У Женщин В голове Поэтому Нас Бог Сотворил Такими Прямолинейными Одна Задача Одна Цель Я А у женщин Это Получается Бог Так Сотворил Да Хотел Что-то Еще В тему Просто Что-то Есть И Одно Свидетельство Это Кеннет Коплант Рассказывал У него Друг Близкий Он Ну Он Пастор Но он Военный В общем Тоже И Когда Началась Война В Афганистане И Он Еще С С Какого-то Спецподразделения Там В Афганистане Вот И Его Ну И они же там У них Ротация Там Долгая Ротация В общем И он Его Призывает Он Оставляет Пасторство На время И Едет В Афганистан И вот Он говорит И он Командир Там Какого-то Подразделения И Он Позвонил Копланду Коплан Говорит И Тоже Чтоб Молились И В общем И потом Он Когда уже Вернулся Он Рассказывает Такой Момент Что Они Ну Он Как Командир И Они Всегда Со своими Подчиненными Военными Да Так Скажем Читали 90 Псалом Всегда Каждый День Он Говорит Мы Всегда На построении Всегда Читали 90 Псалом И Он Говорит За то Время Пока Он Был Там До Ротации Между Вот Этими Да То Ни Один Этот Самый Солдат Не Погиб Но До Этого Погибали И Он Говорит Как Только Он Уехал Тоже Начали Люди Погибать Но Пока Он Там Был Там Не Погибали Вроде Раненые Были Но Люди Не Погибали Вот Это Один Момент А Второй Момент Знакомый У меня Есть Он Был И Не Помню Какое У него Звание Но Тоже Что Ну Там Из Офицеров И Они Выходили Из Окружения В И Лавайске Вот И Вот Он Говорит Что Мы Там Много Людей Погибло Больше Чем Официальная Статистика Говорит Но Он Говорит Что Мы Говорит По Посадкам Выползали Говорит Со Своим Подразделением Вот Которое У него Было И Говорит Вот Так Вот Говорит Одну Посадку И Тоже Молились Говорит Со Всеми И Говорит Мы Ну И Все Солдаты Которые Под Ним Были Да То Они Говорит Эту Посадку Там Которую Мы Оставили Градами Накрыли Он Говорит Ну И Так Вот Они Потихоньку Под Несколько Дней Передвигались Там Пили Воду С лужи И Все Такое Ну Говорит Мы Так Посадку Говорит Проползаем Эту Посадку Градами Накрывает Потом Говорит Другую Посадку Проползаем Эту Посадку Градами Накрывает Но говорит, мы все выбрались, все живые и как бы, ну вот такие два свидетельства. Аллилуйя. Вообще я знаю, что это 90-й псалом, еще в Великую Отечественную войну зашивали в шинель солдатам, и молитва называлась «Живые в помощь». А у меня было такое, тоже так в волонтерском чате нашел, короче, была нужда для ЗСУ, там, дувчики, фонарики, и у меня там еще ботинки 43-го размера были мои. И вот как-то я с вечера думаю, ну хорошо, я это отдам. И, в общем, я это приготовил, с вечером созвонился, мне сказали, что завтра это заберут, а утром я просыпаюсь и где-то я в молитве получаю такое водительство от Духа Святого, что, в общем, я нашел старую Библию у себя, я вырезал 90-й Псалом, да, да, я вырезал 90-й Псалом, у меня фотка где-то есть в телефоне, и я вот эту вот, с Библией, вот эту бумажечку, она, получается, лягла ровненько на скотч, и по краям еще осталась. В общем, я там, была такая плоскость на отдувчике, я думаю, они все равно будут греться там, где-то отдыхать, я так еще написал, этим самым маркером, говорю, читать перед каждым выходом, и это отдал. Но это было Духа, я верю, что, может быть, когда-то я услышу какое-то свидетельство одно об этом наддувчике. Да, да, конечно. Зашла какую-то тему? Да, да. Ну, кратко постарались. Кратко. Слава Богу, что мы здесь. Спасибо тебе, Господи, что ты даешь нам желание в нашей церкви. Я очень расстроена, потому что пришла сюда, вот эта теплота, и там мы тут все всегда собирались. Сейчас мы, я думаю, временно мы рассеяны, поэтому я понимаю, что, может, я что-то не так скажу, но поймите меня, как вы можете это понять, то, что мы все не там, где хотелось быть, может быть. Но я вот изначально, у меня не было никаких колебаний, и я искала помощи, как, во-первых, я с мамой, мне маму постоянно все время надо утешать, потому что у нее страшные боли, голова, желудок, это повторяется периодически. И я не знаю лекарств, какие вы могли помочь, ей ничего не помогает. Но единственное, когда я начинаю молиться, это уходит. Я говорю, мам, да пойми, что то, что Бог упустил, людям не подсильно. И тем более в последнее время, вот перед войной, там много было свидетельств того, что, не знаю, тоже и мне так попадало, что все, что исцелялось, ну, такое, от чего врачи отказывались, люди исцелялись именно вот по слову Бога, да, по вере в Бога. И это было чудесно, конечно. А я не из храбрых, я женщина, мышек боялась, а у всех не забоялась, я вообще всего, наверное, боялась, пока не познала Господа. И теперь вот в начале этих совсем неприятных нас вещей, которые произошли в нашей стране, да, каждый пережил, наверное, страх и ужас по плоти, естественно, да. Мы знаем, как утешаться, потому что есть тот, который нас утешит, и мы к нему всегда взывали, как у нас получалось, да, в этой ситуации. У меня было всё разное. Приходилось, слава Богу, что знаешь Бога, да, мы сразу на эту скалу залезли, там, Господь, а у тебя защита, опора, упование, да, только на тебя. Не знаем, как успокоиться, потому что по плоти это очень-очень тяжело. И, естественно, вы знаете, вот приходят люди к нам, и приходится их утешать. Я не знала, что они тоже в большем страхе, чем мы даже. И как бы, да, приходится, ну, Бог даёт просто слово, что сказать, как за них молиться, чтобы они утешались. Потому что говорю, никакие ужасы, никакие переживания, никакой не плачь вам помощи не даст. У меня есть знакомая, которая к нам приходит, и раньше в церковь приходила. У неё в Мариуполе, возможно, остался там, может быть, в плену, не знаю, потерялась связь внука. Ну, что такое для бабушки внук? У меня пятеро внуков, да? И они здесь, никто никуда не уезжал, у нас не было даже мысли уехать. Ну, как-то так мы так решили. Кого мы слушали, не знаю, но мы здесь, и благодаря им Господа, хотя в нам нет нашей заслуги в том, что происходит вот так, вот мы так решили, да, как бы уповая на Господа, вот остались здесь. И она вот постоянно плачет, ну, что такое, да? Внук потерялся, взрослый внук там с женой. Мариуполе, вообще никаких сигналов, никаких абсолютно, ни от знакомых, ни от кого. И она вот это всё время в горе все в это. И я маме говорю, мама, звони. Я ей говорю о том, что она как-то восприняла это всё, совсем по-другому. Вот пришла уже так, не в слезах, не в таком перепаде. Говорит, ты пойми, что Бог всё может. И она сама смотрю, исповедует, да, вы знаете, в Боге хорошо. А я вот зашла в этот коридор, соседи, нет, я зашла, молюсь, говорит, это так здорово. Я всё это переношу, переношу это легко. И один псалом, заговорили за псалом, тоже в начале войны, я молилась, чтобы Бог как-то утешил, потому что, ну, очень страшно. Даже не видя всего, что происходит там, мы только на картинках, да, в этом. А так-то мы даже взрывов не слышали, это вообще чудо какое-то. Мы находимся на каком-то необитаемом острове, куда, где Бог действительно покрыл это место. И вот я получила видение во время молитвы и прославление о том, что мы каждая должны обнять наших воинов, которые именно вот на этих передовых. рубежах, которые защищают, мы должны их обнять, чтобы еще укрепить их больше, да, чтобы еще больше за них молиться, потому что Бог везде, да, чтобы мы ставили Бога везде, наших ангелов, чтобы везде окружали, все наши границы, все наши вот эти окопы, где они находятся, каждого жителя, да, охраняли, потому что без этого нам никак не пережить. И вот я когда читала этот псалом, думаю, почему этот псалом, это 33-й псалом, где псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимилехом и был изгнан от Него и удалился. Я думаю, ну это чудеса, да, попался он просто в руки врагу и спасся. И вот эти слова, то, что Давид говорил, благословлю Господа во всякое время, Боже, так это же мне подходит, хвала Ему не пристану в устах моих, Господь, слава Тебе, я хочу это делать и буду делать, потому что Ты меня научаешь этому. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращает взор к Нему, те просвещались и лица их не постыдятся. Си нищий возвал и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите, увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. И это каждый из нас подтвердит. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Эти слова мне закрывали рот, действительно. Когда мы начинаем говорить что-нибудь о враге нашем, то, Господи, ты сказал, удерживай. И я молилась за этих молодых ребят, безумных, небезумных, в каком они состоянии были. Не знаю, Господи, спаси эти души, потому что они не знают, что они делают. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Понимаете, да? Взываю праведные, и Господь слышит, и от всех скорби их избавляет их. Близых Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духам спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Так что этот псалом спасает нашу семью. Слава тебе, Господи, что мы едины, что у нас есть связь, что наши дети просят бабушка, помолись, и они все уже молятся такими молитвами, что просто восхищаясь, они понимают, насколько Бог благ, насколько Он их исцелял, насколько давал, успокаивал. Потому что такое сейчас бояться, да? Ни сна, ни покоя, ни поесть спокойно, ничего. Но это нас всех утешает успокаивать. И все мы здесь, и знаешь, мы будем продолжать молиться, да? Пусть те, кто уехали, они тоже молятся, им тоже не сладко, и может еще тяжелее, чем нам, потому что они оторвались, оставили все, думали, может быть, зачем мы уехали, что пусть они не колеблятся ни в чем, пусть они утверждают, что если они сделали такой шаг, пусть они не сомневаются. Они делают на том месте добрые дела, да? Чтобы вся страна увидела, что Бог есть благ, и Он нас спасет. Аминь. Я смотрел недавно про, не проповедь, а так обращение Петра Дудника, это церковь Благовести города Славянска. И там как бы церковь уже испытала в 14-м году такие вот гонения, там даже братьев, ну не из этой церкви, а была еще одна, там церковь убили пятерых, да, и там это сыновья пастора, по-моему, вместе с пастором, да? То есть, ну вообще, ну как бы, такое произошло. Но знаете, что он говорит? Он говорит, вот прошло, говорит, уже, говорит, прошло 8 лет с того момента, и говорит, за эти 8 лет, я говорит, ну как бы, говорит, процентов 80 церковь, ну уехало в 14-м году, и процентов 30 вернулось, по-моему, но обратно, а остальные 50, они как бы разъехались по миру. И говорит, эти наши верующие, говорит, они осели в разных городах, в разных странах, в разных церквях, и я, говорит, тоже много путешествую, и когда, говорит, я куда-то посещал, где-то вот места, я, говорит, много слышал светлительств даже от пасторов, которые говорили, о, у нас есть ваш брат, у нас есть ваша сестра, да, и причем, говорит, светлительствовали о том, что эти люди, они хорошие верующие, это люди, которые внутри, говорит, есть стержень уже, это люди, которые уже не коллеги, Треблемы, да, всяким ветроучением, а люди, которые знают Господа лично. То есть я знаю, что и то, что мы остались, и то, что кто-то уехал, Бог все обращает в добро, Бог все обращает во благо. Я сам переселенец, в 2014 году мы сюда приехали с двумя сумками. Я знаю, что такое, мы до сих пор не имеем своего жилья в Дезапорожье. Но сегодня, сегодня опять, знаете, когда-то я понимаю, что не имея жилья, я, в принципе, свободен, сел на машину и поехал. Реально. Реально. Даже есть в Библии такое место, я не помню где, но там отец, он завещал своим сыновьям, чтобы они не обрастали недвижимостью. Есть, да, и говорит, чтобы они как были кочевыми. Враг пришел, они ушли. Враг опять, они опять ушли, короче. У них нету своей земли, но это как бы такой вот момент. Я понимаю, что когда Иисус, он говорит о том, что наша Родина, она на небесах, все равно вот это вот то, что мы имеем здесь на земле, оно уйдет, оно сгорит, оно не будет существовать. К этому нельзя прилепляться своим сердцем настолько, что это, ну, вся твоя жизнь, да, становится. То есть, если вся твоя жизнь вращается вокруг чего-то земного, ну, извини, это не то основание, на котором нужно строить. Так, еще одно, еще одно свидетельство, если кто-то смелый и понимает, что для этого есть, ну, как бы, ну, моменты, которые внутренние. Братья, брат, сестра, кто? Если нет, тогда я начну говорить слово. А, Светлана, не, 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 он говорит слово. Да, Светлана, давайте. Как я рада вас всех видеть вообще. Да, лучше не буду говорить, а то расплачусь. Ну, пастор говорил нам, когда все начались эти события, еще перед этими событиями, что записывайте то, что вам дает Бог какие-то откровения. Ну, и я так вот начала записывать. Я не знаю, записала тут одно. То, что мне... Это было, ну, где-то или 24-го, или 25-го февраля. Господь допустил войну на Украине, чтобы остановить зло, гордыню среди российского и украинского народа, чтобы разоблачить неверных людей. Людей из своего народа, я отметила почему-то, Ротенберга. Ну, это первые российские олигархи, ну, которым были применены санкции. И других тоже таких, из своих, ну, как бы, израильского народа, которые спонсировали военную промышленность в России. Это временно страдания в Украине, так как в глазах Бога Украина – его обетованная земля. В это тяжелое время обнажится все зло, недостойные люди, вся мерзость. Господь с Божьим народом. Он истинная защита и крепость наша. И потом записала второе паралипоменон, 20-15. «Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо это не ваша война, а Божья». И вы знаете, вот парадокс, у меня очень много друзей, подруг, ну, как бы, они православные верующие, но я всегда им говорила, приглашала в нашу церковь, потому что это действительно Божья церковь. Здесь Божья любовь, здесь Божьи откровения, здесь Божья правда. И они все знают, что я хожу в церковь. И в последнее время вот стало очень много моих подруг этих присылать мне какие-то сообщения, чтобы я молилась. То есть они как бы доверяют мне вот эти молитвы, чтобы я молилась за наших солдат. Чтобы я молилась за нашу землю. И в определенное время, вот, я тоже звонила своим тоже знакомым подругам, чтобы мы в это время молились, потому что чем больше будет людей молиться, даже вот в одно и то же время, тем действительно Господь с такой силой будет слышать наши молитвы. Он будет защищать наших воинов, Он будет защищать нашу землю. И вот мне где-то три дня тому назад или четыре позвонила моя подруга. Ну, она как бы верит в Бога, верит в Иисуса. Но она, ну как бы и занималась, я так понимаю, ведической культурой. Она ходила в какой-то университет, там использовали знаки зодиака, но она верит в Бога. И я ей начала объяснять, что как бы Бог, может быть, и не против этого всего. Это тоже хорошо. Нет, я сейчас скажу, почему. Просто, что вот эти все учения, они могут отвести в сторону от Него. Вот это самое страшное. Вот. И она мне предложила молиться, ну, что вот ей положил Бог на сердце, что вот у нас здесь Хортица, Колыбель, как бы это Божья обетованная земля, и она как бы оберегает наш город, она оберегает Украину. Вот. И вот это запорожское казачество, ну, она мне предложила помолиться, чтобы мы как можно больше людей подключили. Выбрали мы с ней время 9 часов вечера. Вот. Ну, я, конечно, ей объясняла, что все равно всем это Бог создал нашу землю. Бог нас создал. То есть, ну, я не стала особо так с ней спорить. В принципе, я поняла, что она понимает это. Она мне объяснила, что она читала и Отче наш, прежде чем вот призывать эту землю. Вот. И мне настолько это как-то вот поразительно стало, что действительно это Божья война, духовная Божья война. Потому что, проезжая по городу, я вижу очень много бигбордов, где написано, что Украина уповает на Бога. Сейчас очень часто, ну, наши руководители вспоминают Бога в своих речах. Они благословляют эту землю. Они надеются на Бога. Это действительно такой вот подъем на Украине. Мы видим, действительно, духовный подъем. И наша миссия с вами очень-очень важна. Господи, благословит на всех Господь и даст нам терпение, даст нам мужество и смелость. Спасибо. Наша миссия на земле важнее самого важного. Халилуя. Хорошо. Я постараюсь, ну, теперь поделиться тем словом, которое Господь дал. Я верю, ну, оно очень важное. О чем я хочу проповедовать сегодня? Давайте склоним голову, помолимся сначала. Халилуя. Отец Небесный, прошу Тебя, дай сейчас Твое Слово с неба, пусть оно звучит не как слово человеческое, но как слово божественное. Пусть Твое подтверждение, Господь, будет на этом слове. Ты дал это слово, Господь. Это не что-то выдуманное, это то, что практическое, Господь, слово во имя Иисуса. Прошу Тебя, чтобы покрывало, оно было снято, Господь, с разума, Господь, чтобы покрывало, когда люди читают Моисея, это покрывало, оно снимается Христом. Я прошу Тебя, чтобы это покрывало, оно было снято во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть все то, что мешает нам в нашем разуме принять Твое Слово, оно умрет, оно покинет пределы нашего сознания, пределы нашего ума. Пусть наш ум, он преображается и становится умом Христовым. Дай нам не сообразоваться с веком Сим, но преобразоваться обновлением ума своего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Открой, Господь, для нас Твое Слово, пошли Твое Слово, которое исцелит нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Для меня очень долго звучал вопрос, что такое Царство Божье. Я верю, что сегодня я дам ответ, и этот узел получится развязать. Знаете, когда мы читаем с вами молитва «Отче наш», как это вообще произошло? Мы видим учеников, которые приходят к Иисусу и говорят, Иисус, научи нас молиться. Другими словами, они видят в Иисусе авторитета, и они приходят к Нему и говорят, Иисус, поставь нам, пожалуйста, правильные цели. Услышьте сейчас. Поставь, пожалуйста, нам правильные цели, потому что мы, может быть, не видим всей картины, а ты-то ее видишь, ты-то ее знаешь, эту картину всю, целиком, всю, полностью. Поэтому поставь нам, пожалуйста, правильные цели и дай нам наставление, как нам правильно молиться. Иисус, Он говорит, произносит им молитву «Отче наш». И я много раз читал эту молитву, и каждый из вас знает наизусть, я надеюсь, эту молитву. Если не знаете, то выучите. Потому что то, что дальше Иисус озвучивает в этой молитве, это является генеральной целью для любого верующего, для любого христианина. И Он говорит, «Да придет Царствие Твое». Он им рисует эту цель. Он им рисует эту генеральную цель. «Да придет Царствие Мое». Молитесь так. «Я молюсь, Господь, да придет Царствие Твое». Но знаете, сложно молиться о цели, которая в твоей голове, у тебя нет вообще представления, или это представление размытое, что такое Царство Божье. Потому что, знаете, я даже когда понял, что я не понимаю этой цели, что такое Царство Божье, о чем я вообще молюсь, когда я говорю, что «Да придет Царствие Твое». Оно же... Ну знаете, у меня было такое откровение. Хорошо, когда приходит поезд, он приходит по рельсам. Пока рельс нету, поезд не может прийти. Я понимаю, что нужно условия для того, чтобы этот поезд пришел. Когда приземляется, прилетает самолет, ему нужна взлетная и посадочная площадка, чтобы этот самолет, он прилетел. Я задаю вопрос, Господь, если я молюсь о том, чтобы Царство Божье пришло, каким вообще образом оно приходит? Да? И что вообще это такое? Что ты имеешь в виду? Потому что я не вижу ни разу в Евангелии, где бы ученики спросили у Иисуса, Иисус, а что такое Царство Божье? Но Иисус очень много раз он рассказывает притчи и как бы дает какие-то моменты, какие-то координаты. Он расставляет какие-то вещи, Он говорит об этом, и Он дает определение, что такое Царство Божье. Я понимаю, что Царство Божье – это что-то, что внутри нас. Он об этом говорит. Но много раз, когда Иисус хотел сказать о чем-то духовном, Он употреблял как раз такие притчи. Почему? Потому что именно на этих примерах, на этих образах у нас появляется какое-то представление. Я понял, что мне нужно взять эти все места Писания и исследовать. Вот просто все, каждое место Писания в Евангелии, которое говорит о Царстве Божьем, мне надо просто взять и положить перед собой все эти места Писания на столе и попытаться это соединить в единую картинку. Что? Что такое Царство Божье? О чем я молюсь, когда говорю, Господь, да приди Царствие Твое? Потому что если у меня не нарисована правильная цель, если я не понимаю цели, то как я могу к ней двигаться? Аминь? И знаете, даже имея перед собой вот так вот на столе все вот эти вот места Писания, которые говорят о Царстве Божьем, до меня не доходило. Вот не доходило долгое время, я не мог соединить вот эти вот все места Писания, чтобы это у меня стало чем-то единым, чем-то вот таким вот. Знаете, я просто нашел такое сравнение. Однажды я, помню, зашел в мастерскую, где ремонтировали двигателя для автомобиля, и я увидел на столе кучу запчастей. Кучу запчастей. Уже потом я узнал, что на столе лежал двигатель, но он лежал разобранный. И каждая его деталь, она была двигателем. Но я не видел, я не видел, что это двигатель. И я понимаю сегодня, что Царство Божье это что-то целое, это что-то единое, это цель, которую для меня рисует Христос, но я не понимаю до конца, что это такое. И я попросил, говорю, Господь, пожалуйста, дай мне понять вообще, ну чего я ищу? Если я как ученик, я не знаю, о чем я молюсь, когда я молюсь, а ты мне сказал молиться, это генеральная цель христианства, то вообще о каком христианстве может идти речь, если я не знаю? Вот точно не знаю, я не понимаю этой концепции, что такое Царство Божье. Вот это для меня стало таким вот предметом исканий и предметом исследований. Когда я так начал молиться, знаете, было несколько версий, ну опять же, эти все версии, они были такими однобокими. Но когда ты смотришь на эти местописания, это все равно, что вот детали у тебя есть, да, ну, Царство Божье, а вот оно не работает, ты не можешь, да, чертежа общего, где бы ты мог как бы вот это все соединить, у тебя нету. Но Господь дал мне ключ. И я где-то, наверное, месяца четыре, я с пастором делился этим, вот когда у нас был январский пост, делился этим откровением. Ну, я месяца четыре это взвешивал, взвешивал, сопоставлял. Я понимаю, что нельзя строить какой-то теологии на одном месте Писания. Библия, она целостна, да, и все Писание, оно богодухновенно. И если мы и строим, делаем какие-то выводы, то они должны быть объективными, они должны быть системными, они должны быть практичными. То есть это не то, что мы придумали, о, мне нравится, хорошая деталька, ну и все, значит, вот эта теология теперь по этому правилу жить. Вот буквально взять то, что касается сегодняшнего дня, сегодняшних дней. Очень многие используют места Писания, и в нам адрес говорят, да вы же верующий, верующим надо любить врагов своих. Я как бы не определял этому значению, я слышал, как еще с 14-го года это было, но я не исследовал Писание в этом срезе, да. Но тут я понимаю, что, ну, вот это вот непонимание, а где-то внутри я слышу, что что-то тут не так. Я просто задался целью, ну, исследовать. И я сейчас, ну, просто дам этот короткий ответ, я об этом уже писал в чате, в телеграмме в церковном. Если, может, кто-то не слышал, или кто-то смотрит онлайн, знаете, когда, я просто это обнаружил, что когда Писание говорит о врагах, то в большей части случаев это говорится о людях, которые желают мне зла. Но закон Божий, да, вот закон Моисеев, он ничего абсолютно не говорит по поводу тех людей, которые желают, ну, зла. Но когда ты это зло делаешь, тогда это как бы уже ты переступаешь дозволенную черту. То есть ты это уже совершил, ты уже преступник закона, понимаете? И до тех пор, пока человек вынашивает зло, думает причинить тебе зло, это как вот, Тёмыч, ты откровением делился, я говорил, пока, ну, вор, ты знаешь, что он вор, да, но пока он за забором, ты не можешь его привлечь к ответственности. Тебе надо дождаться момента, пока он перелезет через забор, и тогда уже его гасить, потому что он перелез через твой забор. То есть тогда он уже реально вор. Хотя ты знаешь, ты знаешь, что он вор. Но вот он ходит у тебя за забором. Это то же самое с Россией, когда она в 2014 году отжала Крым, да, и мы знаем, что это, ну, страна агрессор, а весь мир не знает. И это как бы тогда, то, что сегодня произошло, когда они нагло, без предупреждения, без объявления войны 24-го числа начали всю выводить из строя, нашу инфраструктуру военную, ты понимаешь, что это просто вор обратно перелез через забор. И уже в этот раз весь мир, он услышал, он увидел, он понял, что да, действительно Россия вор. И что тот конфликт, который был в 2014 году, это не внутренний конфликт, чисто украинский. Это не внутренний конфликт, это чисто вот, ну, извне. И когда это произошло, все поняли. То же самое здесь, знаете, пока человек, он враг, ну, он может ходить и желать тебе зла, да. И Писание как раз таки говорит, как с этими врагами Иисус говорит, чтобы мы любили врагов, чтобы мы сделали все для того, чтобы мой враг, он переменил свои мысли обо мне, да. Если у него пробилось колесо, я могу дать ему свою запаску. Да, Писание говорит, когда видишь, что враг твой голоден, накорми его. То есть тем самым ты его поставишь в такое положение, когда он, может быть, пересмотрит свои взгляды о тебе. Да, Иисус говорит, любите врагов ваших. И Писание также комплексно, если подходить к этому вопросу, то говорит, что он чуть-чуть сбился. То есть, ну, враг, да, это тот, который вот только желает. Но как только он уже совершает зло, то есть он переходит из разряда враг, как Библия этого человека называет злодей. Злодей. То есть два такие слова. Зло и в действии. То есть когда человек... Законопреступник. Да, законопреступник. Это человек уже приступил закон. То есть он уже переступил вот эту черту, которую Бог дал через Моисея. То есть и если исследовать Писание в этом срезе, и ты понимаешь, что как Писание относится к злодеям, то, ну, я не должен... Слушайте, я просто простой пример такой. Когда я вижу, что мой... Ну, допустим, у меня два сына, да? Ну, если бы. И старший мой сын, он берет в руки нож и идет на младшего. Я его пытаюсь остановить словами. Я ему кричу, я ему говорю, остановись, а он меня не слышит. Что я должен в этом случае сделать? Разве не я не должен, даже физически, даже как-то, ну, да, ну, применить силу, чтобы, по крайней мере, забрать у него нож. По крайней мере, чтобы он не причинил зло. То есть я должен вмешаться, если я родитель. Ну, правда же? Поэтому, когда говорят, что... То есть это, знаете, вот такой вот пацифизм, который не имеет под собой основания, и вот взятые, вырванные из Библии места, вот эти вот, вот мы должны любить врагов. Давайте разберемся, кто враг, а кто злодей. Аминь. Ладно, мы от этого отступаем. Теперь возвращаемся к Царству Божьему. Я обратил как раз-таки внимание на то, что ни у кого в Библии не возникает вопроса, и никто этот вопрос Иисусу не задает, что такое Царство Божье. Вы видели это? Вы, ну, читали Иваны, да? Иисуса никто не спрашивает. Казалось бы, такая, ну, непростая вещь. Я так понимаю, что, может быть, ученикам была понятна эта концепция Царства Божьего. Может быть, они знали. Я до последнего момента всегда думал, я когда покаялся и всегда, когда читал Евангелие, я это слышал с кафедры, что Иисус — это Новый Завет, Иисус — это, короче, что-то новое, это вообще, ну, Ветхий Завет, вообще, короче, ну, это не Завет. Знаете, когда сегодня, опять же, комплексно исследуя Писание, я понимаю, что так мыслить нельзя, это неправильно. Когда мы видим, допустим, суперкар, машину, да, у неё на самом деле есть 10-15 предшественников, которые так же само, ну, они, начиная с самого первого прототипа, да, так же само, и уже до... Они прошли путь, этот путь, путь такого апгрейда, усовершенствования. Но концепция через всё, от начала до самого конца она была одна, и она остаётся одна. Это автомобиль, в который ты садишься и передвигаешься. Это концепция. Хоть у того автомобиля, которого только-только изобрели, хоть у того автомобиля, который уже суперкар, там, навороченный, там, крутой двигатель, подвеска, всё, короче, ну, по высшему разряду. Но концепция остаётся та же. Знаете, я когда думал, ну, когда исследовал, я всегда смотрел на то, что Царство Божие — это новая концепция, которую принёс Христос. Ну, однажды я читаю Иоанна 3 глава, это разговор с Никодимом. И знаете, ну, как бы этот разговор, он, ну, по меньшей мере, странный. Почему? Потому что, ну, ты понимаешь, что тут встретились светилы. Светилы, те, которые разбираются в законе. Вы понимаете, а Никодим ещё со своей стороны, он же был, ну, непростым фарисеем, он состоял, ну, он был старейшиной. Беждо у фарисеями был некто, 3 глава Иоанна, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал им, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может делом, чтобы не будет с ним Бог». И сразу третий стих, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Знаете, этот разговор по меньшей мере, по меньшей мере странный. Потому что, ну, как бы непонятное приветствие и сразу непонятный ответ. Я как-то посмотрел на это, и вдруг у меня такое родилось. Если бы я увидел, как сегодня встречаются, допустим, два физикоядерщика, и они передо мной так вот стояли бы и разговаривали, я бы вообще ничего не понял из них разговора. Отдельные слова бы я услышал, но у меня бы понятия не было, о чём они там говорят. Или, допустим, два программиста, у которых свой вообще сленг, и они между собой разговаривают, а я вообще, ну, я вроде, язык-то русский, я слышу, да, но я вообще, ну, у меня представления не возникают, о каких общениях там разговаривают. Знаете, когда я посмотрел на это вот так вот, ну, потом я начал, конечно, вникать, а почему это, а почему то? И мы должны понимать, что здесь говорит Христос, который знает закон досконально, настолько, что, ну, вообще, то есть, да, и говорит фарисей, который из начальников, то есть это религиозная элита вот того времени. Можете себе представить, ну, как бы патриарх Кирилл, давайте так, ну, да, то есть, и вот Иисус с ним встречается ночью, одно это бы сегодня уже выглядело как зрада, потому что фарисеи, они смотрели на Иисуса Христа, опять же, как на политическую силу, как на человека, который претендовал на какое-то влияние, на какую-то власть, более того, за ним шли люди, и немаленькие, ну, немаленькие толпы, понимаете, да. А этот человек в фарисе, он понимает, что Иисус – это оппозиция, серьезная оппозиция, и он приходит к нему ночью, что, договариваться пришел? Что, купить Иисуса пришел? Интересно, да? Но он начинает свое обращение к нему с вопроса, слушай, таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Он начинает свое приветствие с признания того, что Иисус, я вижу почерк Бога. Евреи, они знали Бога, потому что Он делал чудеса. Это Бог чудес, у Него природа чудес. Когда, куда бы ни пришел Бог, там происходило то, что не может происходить в простом мире. Туда, куда приходили ангелы, посланники Бога, происходило то, что не может происходить. И когда происходит это здесь, вот в Израиле, когда тот же, да, помните, слепорожденный родился слепым, всю дорогу там сидел, милости не просил, а тут раз тебе с глазами смотрит, видит и говорит всем об Иисусе, его зовут фарисеи, и говорят, слушай, а что произошло? Он им говорит, ну как, меня Иисус исцелил в субботу. А, не должно в субботу исцелять. Слушай, а ну-ка, что ты, ты говори, иди и никому не говори об Иисусе. Он говорит, слышите вы, а вы что, говорит, я, говорит, я слепым родился, а я вижу. Как не говори об Иисусе? Вот что себе вообще, ну думайте, не говори. Они ему пригрозили, позвали родителей его. У родителей до вас спрашивать, а что, правда он слеполедливый? Он говорит, да он, говорит, взрослый спросите, у кого не спрашивали? Реально, то есть, понимаете, сверхъестественное происходит. И фарисей, он начинает колебаться. Он понимает, что, ну, Бог, здесь Бог, здесь не просто какой-то человек. За Ним не просто толпы идут, это человек, который, за Ним Бог. Понимаете? И он приходит ночью, потому что понимает, что там могут это рассынить неправильно. Там могут понять неправильно. И он приветствует, таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И вот ответ Иисуса, знаете, по меньшей мере тоже непонятен. Ну ладно, я понимаю, что Иисус сразу говорит о чем-то самом важном. Если это разговаривают два человека, им не надо каких-то прелюдий, им не надо договариваться, слушать, это понятие ты правильно понимаешь, да? Да, правильно. То есть это два человека, которые говорят на одном языке. И представьте, он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божье. Иисус говорит Никодиму о рождении. Я вдруг подумал, я увидел так, а чем являлось рождение для фарисеев? Вы знаете, что вся их идеология, она вращалась вокруг ихнего рождения, вокруг ихнего происхождения. Каждый фарисей, он знал вот эту ниточку, которая соединяет его с Авраамом. И если помните, Иоанн Креститель, когда увидел, что идут к нему креститься, да, с Адукеи, он им говорит такие слова, не думайте говорить. То есть не думайте, перестаньте считать, что вам в вашем спасении достаточно того, что вы родились от Авраама. Здесь Иисус, когда обращается к Никодиму, он говорит, в принципе, то же самое. Он говорит, не думай, что тебе достаточно вот того, что у тебя есть. Этого тебе недостаточно. Но меня поразило не это. Мы говорим о Царстве Божьем. Здесь, разговаривая о самом, казалось бы, важном, о самом, казалось бы, фундаментальном, у Никодима также не возникает вопроса, что такое Царство Божье. И вот я просто мучаюсь. Я просто мучаюсь. Я помню эти вот роды, наверное, такие духовные, когда я вдруг начинаю понимать, а что если концепция Царства Божьего, это не что-то новое, что принес Иисус, а это что-то, что уже было в еврейской культуре, в еврейском понимании, что если это Царство Божье, о котором Иисус говорит, но Он просто говоря, Он корректирует уже что-то существующее. То есть Он делает апгрейд уже существующего понятия, что такое Царство Божье. Я когда в этом срезе, с этой точки зрения, начал рассматривать вопрос, мне Дух Святой повел в этом размышлении. Я увидел, что был момент времени, когда у евреев не было Царя. Помните, да? И что когда они начали требовать себе Царя, то Бог сказал Самуилу, слушай, не думай, что это они тебя отвергли, это они меня отвергли, чтобы я не был над ними Царем. Я вдруг понял, стоп, 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 вот, а ну-ка, это зацепочка, это зацепочка, вот тут вот надо остановиться. Значит, концепция Царства Божьего, она уже существовала. Я-то думал, что Иисус, Он принес что-то новое, а оказывается, Он просто пришел апгрейдить старое. Понимаете? Что то, что было хорошее в Ветхом Завете, оно же не исчезло, закон же не исчез. Его моральная, Его нравственная часть, она осталась в Новом Завете, то есть Он этого не истребил. Иисус сказал в Матфея, в Нагорной проповеди, не думайте, что Я пришел нарушить, да, закон или пророков не нарушить, Я пришел, но исполнить, совершить. То есть, но какая-то Его часть, я уже рассуждал об этом, я думаю, это как раз вот ритуальная часть, которая храмовая, которое служение, которое было. Бог-то дал Моисею, ну, служение, да, Скинию по образцу. То есть, я понимаю, что то, что служение было здесь на земле, это было лишь копией того служения, которое есть там у Него на небе. И когда Христос пришел на землю, и Иоанн Его увидел, идущим к Нему креститься, Он сказал эти слова. Вот он, агнец Божий. Слушайте, до этого времени служение, вот это в копии, ну, да, вот в этом служении земном, агнецами Божьими были животные, кровь проливалась вот здесь вот на земле. А написано, Новый Завет открывает нам, что Христос, Он внес свою кровь, да, то есть, Он был предназначен для этого, еще от самого создания, еще в бытие, когда Бог говорит, что вражду поражу между тобою и между семенем жены. То есть, уже было пророчество об Иисусе Христе. Аминь. И вот Он видит этого идущего Иисуса и говорит, это агнец Божий. И Иисус Он реформировал, то есть, Он то, что это, в принципе, об этом очень хорошо говорит нам книга евреев, если вы внимательно читаете, то там это все по полочкам автор раскладывает, что то служение, которое было там, вот в Ветхом Завете, оно перестало действовать. Бог Его реформировал, Бог его апгрейдил. И Он говорит, то, что несовершенно, то, что не дорабатывает, то, что предназначено для одних целей, но оно не функционирует так, как должно, Бог это исправил. Вот здесь вот в Новом Завете. И говорит, чтобы мы уже пришли в какую-то полноту, чтобы Новый Завет, это уже совершенный Завет, это последний апгрейд, который есть. Аминь. Но, уже говоря о Царстве Божьем, просто давайте теперь вникать. Если мы с вами говорим, что эта концепция, она была уже, и просто Иисус пришел ее реформировать, ее реанимировать. Почему? Потому что она не удалась, первая концепция. Первый прототип этой модели, которую Бог хотел создать, она не удалась. И был ряд причин, почему она не удалась. И просто давайте вот смотреть, я верю, что мы сегодня коснемся именно вот этих вот главных причин. Почему эта концепция, она не сработала в первый раз. И как она сработает во второй раз. Ну, то есть сегодня с нами, в том Завете, который мы имеем во Христе. Смотрите, начинаем с чего? Начинаем с Авраама. То есть Бог заключает с этим человеком Завет. Я буду кратко. И есть место, где написано, что Авраам, он повиновался всем заповедям Божьим. Но эти заповеди, они не были записаны. Я понимаю, что это, скорее всего, был устный закон, который Авраам, он был обязан устно передать своим детям, научить им. И они должны были это соблюдать. Но в итоге мы с вами видим, как 70 душ, они попадают в Египет. Да? Вот уже когда был Иосиф, помните эту историю? Они попадают в Египет, и что там происходит? Они, во-первых, там размножаются до большого количества. А во-вторых, я понимаю, что это было время, когда они начинают ассимилироваться с этим народом, с египетским. То есть они перенимают ихние ценности, они перенимают ихнюю культуру, их нравственность и их мораль. То есть вся у них начинка вот тут, вот в голове, она становится чисто египетской. Уже ничего не остается от тех вот заповедей. Они даже не обрезывались в Египте. То есть это то, что Бог сказал, чтобы у них на теле был знак того, что ты и ты в завете с Богом. Был знак твоей принадлежности к Богу, обрезание, Бог дал Аврааму. Но мы видим, что они в Египте настолько ассимилировались с египетским вот этим вот обществом, что ихняя начинка, она уже ничем фактически не отличалась. Более того, я думаю, что евреи, они-то находились на каких, ну, они были слоем общества низшим. Рабы, они были низшим. И поэтому, конечно же, им, чтобы как-то устроить свою жизнь, ну, у них всегда было, ну, как это назвать, у них всегда была перспектива роста карьерного, но опять же, как это, через что это? А это надо было принимать какие-то ценности египетские, это надо было принимать какие-то, ну, какую-то культуру, как-то себя соответствовать вот этому вот высшему обществу египетскому, понимаете? То есть, ихняя начинка вот на этом вот уровне, она стала чисто египетской. Теперь Бог вспоминает про еврейский народ, Он хочет из них сделать народ Божий. Что ему для этого надо? Он берет их, находит Моисея и выводит их в пустыню. И он понимает, что это люди, у которых начинка египетская, у которых ценности египетские. А знаете, мы так устроены, что если у меня есть ценность, то вокруг это, ну, наверное, неправильно будет сказать. Смотрите, что делает Бог. Он дает народу израильскому заповеди. Я начал размышлять, а что же такое заповеди? А это ценности, которые Бог учреждает народу Божьему. Он говорит, если у тебя будут эти ценности, то вокруг этих ценностей у тебя образуется правильная культура, правильная нравственность, правильная мораль, и ты тогда будешь народом Божьим. Если ты, вот это слово, которое я тебе, вот эти ценности, да, если ты будешь, это внедришь в свою жизнь, в свою культуру, то ты будешь народом Божьим. Вообще, я начал исследовать и думать, ну, вообще, признаки царства, что такое царство, да, признаки царства, если мы говорим сегодня о царстве Божьем, то это прежде всего какая-то территория, да, и Бог, он пообещал евреям, что это будет обитована земля, он им пообещал, еще Аврааму пообещал, да, то есть, если Бог, у Бога в плане создать царство Божье здесь на земле, вы понимаете, это вот концепция, у него в плане создать, но теперь дальше, что еще, земля есть, но там живут, ну, еще народы, но Бог говорит, разберемся с народами, вы, главное, мне, вас, с вами сейчас разобраться надо, почему, потому что они не могут, они не соответствуют стандартам Божьим, они не могут быть народом Божьим, потому что у них ценности египетские, и что делает Бог, он 40 лет их квасит в пустыне, и я поразился, знаете, когда они впервые пришли перед Иорданом и посылали Саглядатой, они там сделали перепись, ну, перепись, я так понимаю, они сделали это для того, чтобы землю, что надо будет как-то делить, а как ее делить, надо знать, ну, у кого сколько в колене людей, и уже, соответственно, количество эту землю потом, ну, надо будет делить, правильно, и как бы они уже знали, и там есть цифра, сколько их было, там их было 603 тысячи, это считали только, я так понимаю, мужчин, от 20 и выше, возраста, и Бог, он поклялся, что никто из этого рода, да, там они согрешили, Бог поклялся, что никто из этого рода, он не войдет, он не увидит того обетования, которое Бог сказал о земле, и когда уже прошло 40 лет, они делают вторую перепись, и я нахожу, что там 601 тысяча, 601 тысяча, 600 тысяч, грубо говоря, вот сегодня Тарас говорил, да, там за два футбольных поля, я не считал, сколько там футбольных полей, я не считал, сколько это 600 тысяч, но все эти 600 тысяч, только мужчин, которые от 20 и выше, они умерли, а на их место выросли, вот те, которые когда выходили из Египта, они были до 20, но им уже 60, и я понимаю, что это народ, у которого уже здесь начинка, уже сформировали, Бог, он формировал, он говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь, для чего, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя, чтобы научить тебя, чтобы ты понял, что не хлебом единым будет шить человек, но всяким словом Божьим, когда Бог дал заповеди, вот давайте разбираться, если Он наш Создатель, если Он наш Творец, то кто лучше, чем Он, знает, что надо мне, как Его творению, моей Душе, вообще все, до атомов меня разбери, Бог знает меня на уровне атомов, понимаете, Он мой Творец, и кто как не архитектор или не конструктор знает лучше свое творение, кто? Никто не знает, поэтому когда Он ставит для меня заповеди, нарисует для меня какие-то ценности, я буду глупым человеком, если я от них отказываюсь. Почему? Потому что это лучшее, что я могу вообще взять. Это лучшее, что я... Смотрите, если мы сравниваем сегодня законы, которые Бог дал, постановления, законы, Он же ждал еврейскому народу, да? Если мы сравниваем сегодня этот народ с остальными народами, вот населяющими на тот момент землю, да, то представьте себе, этот народ еврейский, он же в преимуществе. Почему? Да потому что тебе, чтобы выработать, ну, в обществе, какие-то правильные законы, тебе надо столько граблей наступить, тебе надо столько, ну, чтобы как-то общество соединить, чтобы как-то общество, ну, имело вот это вот, ну, общежитие. Тут только два человека, буквально, которые незнакомы, где-то в какой-то комнате, их поселяешь вместе, они, ну, им прежде сначала надо выяснить отношения. Понимаете? А Бог, Он уже все это знает, Бог уже знает, и Он дает им вот эти вот заповеди, постановления, которые являются ценностями, которые являются ценностями, и вокруг этих ценностей начинает формироваться культура правильная, правильное отношение, правильное поведение, правильные стандарты, правильные, все правильное, правильные взаимоотношения, да, то есть все выстраивается правильно, все, что тебе нужно, тебе просто нужно смотреть пункт первый, смотреть пункт второй, Бог тебе уже дал, тебе не нужно это вырабатывать, тебе не нужно это работать, Бог тебе дал. И это благословение. Закон — это благословение. И знаете, если мы сегодня уже говорим, ну допустим, давайте говорить за Украину. Что такое Украина? Государство. У нас есть конституция, которая определяет наши ценности. Мы согласились, что это будет нашими ценностями. И уже сегодня наша конституция, если сравнивать с теми ценностями, которые Бог определил для человека, для еврея, то, ну, я не знаю, на 95, наверное, процентов они сходятся. Я думаю, что Конституцию списали из Библии. Я думаю, ну, потому что это лучшее, что человек, он может взять. Нам уже не надо создавать колесо, когда Бог это колесо уже создал. Вот Он дал закон, вот Он дал ценности. Все, что нам нужно, нам нужно объединиться вокруг этих ценностей. И Бог, Он очень сильно об этом заботится. Бог, Он очень сильно на этом наставит. Он говорит, когда зайдешь в обитованную землю, не вступай в союз с теми жителями земли. Не вступай с ними в союз. Почему? Потому что те жители земли, они носители других ценностей. Они носители другой культуры. Они носители других вообще порядков, обычаев. Не вступай с ними в союз. Почему? Потому что начнет вот это вот брожение, ассимиляция. Вот эта вот инфекция, она придет. И вам надо очень быть чистоплотными в этом плане. Знаете, есть такое место. Я вообще Библию, видите, не открываю, потому что некогда. Ну, как бы все. Но я думаю, те, кто читает Библию, понимают, что все эти места есть. Это я ничего не выдумал. Да и выдумать тут так не выдумаешь, да, как я рассказываю. Хорошо. Проверял, да? Нормально? Все правильно? Аллилуйя. Смотрите, вот этот вот момент очень интересный. Бог говорит, уставы мои соблюдайте. И сразу следом он говорит такие слова. Я думаю, это открыть надо. Это в львитах написано. Ну, или может быть. Ладно, не буду открывать. В львитах написано, он говорит, не своди скотину твою с другою породою. Он говорит, не засевай поля двумя родами семян. И он говорит, не носи одежду из шерсти и из льна. Да, по-моему, льна или какой-то. Ну, в общем, это что-то животное и что-то из растений. То есть это две разные вообще природы. Я понимаю, знаете, если ты сводишь скотину с другой породою, что рождается? Рождается какой-то гибрид, который имеет и те признаки, и те признаки. И он потерял свою оригинальность. Я понимаю, что когда Бог говорит, уставы мои соблюдайте, а потом говорит, что не своди с породой, не засевай семя, не делай ну так. Для чего он это говорит? Ну, неужели я не могу одеть одежду, которая из двух тканей? Наоборот, мы как бы носим там носки, они меньше протираются, когда если там не просто хлопок, а 20% какого-то поли какого-то там стеролочи. Я не знаю, что там. То есть, ну, это опыт. Почему? Я вижу, но я вижу, что здесь он конкретно, Бог говорит, и это прообраз того, что мы не должны смешивать что-то Божье, что Бог дает оригинальное, и мы не имеем права что-то подмешать туда левое, подмешать туда то, что не Божье. И это, опять же, это ценности. Поэтому если мы сегодня говорим о Царстве Божьем, которое мы хотим построить, то в основе этого Царства это лежит Слово Божье, это лежит закон, который Бог дал, это лежит ценности, которые Бог нарисовал. Понимаете? Мы не можем принять ценности, мы не можем быть людьми двойных стандартов. Мы не можем ценить и Слово Божье, и ценить еще что-то, и выбирать для нас что-то выгоднее, что-то лучшее. Мы должны понимать, что если Бог сказал это слово, то это слово, оно для меня. И я не могу, я даже, может быть, если этого не понимаю, почему это для меня лучше. Но я поступаю, потому что я знаю, Он мой Создатель, Он меня любит. Он знает, что лучше для меня. То есть это уже доверие Богу. Аминь. Я понимаю, что именно вот в таком вот ракурсе мы должны относиться к Писанию. И, знаете, вот представьте себе, допустим, вот сегодня, сегодня рождается подросток, ну, да, с малого возраста. Сегодня ему доступно столько ветров учения. Знаете, когда Павел, он говорит, как я, говорит, боюсь, чтобы умы ваши не повредились. Чем? Другим ветром учения. Чтобы умы ваши, они, ну, не повредились, и вы не обольстились, как Ева. Смотрите, что произошло с Евой. Бог дал свое слово, откровение, которое тебе все, что для жизни надо, это вот придерживаться этого слова. Но приходит хитрец, да, написано, что он был хитрее всех остальных. И он рисует альтернативную версию. Он говорит, глянь, как вожделено. У нее вдруг слюни потекли. Ей захотелось, глаза у нее открылись, она, глянь, правда, какое дело. А бог-то все-таки, ах, какой бог лукавый. Ах, какой вот он, короче, не хочет, чтобы я тоже была такой, как он. У нее она сразу попадает в иную реальность. Понимаете? Это сегодня вообще понятно, когда ты видишь, что россияне живут в одной реальности, а мы живем в другой реальности. Почему? Потому что питаемые 8 лет были вот этим вот враньем. Вот этим вот, что у нас тут на русском языке разговаривать нельзя. Да, да, да. То есть я понимаю, это вот альтернативная реальность вдруг присутствует перед глазами Евы. Я понимаю, что так же само и Павел, он говорит эту вещь. Он говорит, что я, говорит, боюсь, боюсь, чтобы ваши умы не повредились. Чем? Вот этими вот учениями различными. Говорит, даже если ангел с неба придет и будет говорить вам не то, что я вам учил, а говорит, да будет анафема. Не слушайте, не принимайте. Вы должны знать вот этот вкус, правильный вкус. Я когда молюсь, я говорю, Господь, я хочу знать твой голос. Иисус, ты сказал, что овцы твои, они знают голос твой. Я хочу знать твой голос. Я хочу отличать его от всех остальных голосов. Я не хочу попасться на эту уловку. И Павел говорит, что в последние дни люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Я единственное вижу преимущество сегодня наше. Знаете в чем? Вот атеизм, который уже, можно сказать, две сотни лет вот на нашей территории, тут вообще по всему миру, он взял в ключе в большом, как бы, ну, захватил умы людей, атеизм, сказав, что ты человек-бог, ты властелин своей судьбы, ты сам себе, короче, ну, жизнь устрояешь. И все, что, ну, есть, ну, один такой плюс среди всех минусов, которые родились от этого атеизма, то, что нас всех научили читать. Да, вот ты вот такой, ты должен, ну, знать грамматику, по крайней мере. Буквально еще сто лет назад, если мы говорим, вот нашу здесь, да, территорию еще никто не умел читать. Уже, ну, организовывали специальные-специальные лексбезы, чтобы, ну, обучить грамоте, там, ну, крестьян каких-то, да. А мы сегодня все умеем читать. Я вижу в этом большое преимущество. Почему? Потому что у нас есть светильник, светящий в горящем месте, к которому мы можем обращаться. Если мы смотрим сегодня на Библию, то это конституция Царства Божьего. Это то царство, которое внутри нас. И я являюсь членом, гражданином Царства Божьего лишь в том случае, если я признаю и принимаю ценности, которые рисует для меня Бог. Ценности, которые учреждает Бог, а не какие-то там организации ООН или еще какие-то, знаете, сегодня много организаций, которые борются за права человека. Но никто не борется так за права человека, как сам Бог. Потому что Он, как Создатель, знает нас на уровне наших атомов. И Он лучше знает, что нам нужно сегодня, завтра, послезавтра. И в долгосрочной перспективе. Сейчас я хочу просто посмотреть, знаете, как вот это вот Царство Божье, которое не удалось реализовать Богу эту модель здесь вот, на земле с евреями. Почему это произошло? А потому что они, как раз таки, все-таки не бдили в том, чтобы сохранить Слово Божье неповрежденным. Сохранить Слово Божье, свою начинку неповрежденной. Они легко вступили в союзы с теми жителями, которые там жили. Они не выполнили этого предназначения. Знаете, очень интересный знаковый момент произошел с Иисусом Навином, еще при его жизни. Когда они сначала захватили чудом, вообще чудом захватили Иерихон, когда стены Иерихона пали. Потом они захватили город Гай, там Бог дал свою стратегию. Но там был один момент, очень интересный и очень тоже знаковый, когда Ахан, он взял заклятого. Он приступил то, что Бог сказал не делать. И поражение пришло на все общество. Представляете? Когда всего лишь один человек, он говорит, так, ценности Божьи, мне, короче, вот мне понравилось этот кусок золота, этот слиток. И все, и приходит поражение. И там этого Ахана нашли и наказали, и после этого Гай все-таки взяли, слава Богу. Но вот это вот нечестие, которое было в Израиле, которое произошло из-за этого Ахана, оно принесло поражение в общество Божье, в народ Божий. И дальше мы читаем, был такой город Гаваон. И эти гаванитяне, они пошли на хитрость. Они взяли себе сумки, которые уже там дряхлые, уже изношенные, одежду одели, которая уже ветхая, ботинки стоптанные одели, да, положили себе в сумму хлеб, уже сухой. И они пришли и прикинули, что они находятся, что их город находится где-то там далеко, да, и что они захотели заключить союз. И написано, что сыны Божьи, они не вопросили у Господа. Они поверили тому, что видели их глаза, уши слышали. Они поверили вот на ощупь, посмотрели, а действительно они издалека. Это не тот народ, не этот народ земли. С этими народами земли все понятно. Нам Бог сказал, не вступать с ними в союз и не пощадить их там. Там вообще, ну как бы, я понимаю, что мы должны проводить проекции сегодня на нашу жизнь, но эти проекции духовные. Да, когда Писание говорит, не вступай в союз жителями земли той, то есть я понимаю, что у жителей земли этой, или мир этот, дух мира этого, он диктует свои ценности, он диктует свои стандарты. Если я колеблюсь где-то между стандартами Божьими, и это нравится, и как бы за Богом идти надо, то, ну, это неправильно, да, это Бог не благословляет. Мы должны выбрать для себя, каким стандартом, ну, вокруг которых стандартов держаться. И почему? Потому что вокруг этого, я еще раз повторяю, если мы говорим о царстве, признаке царства, это народ, у которого есть своя культура, у которого есть своя нравственность, своя судебная система, своя законодательная система, но все это вращается вокруг тех ценностей, которые этот народ определил. Если мы сегодня говорим, что у нас в Украине ценности, это конституция, они там записаны, да, то вся наша судебная система, весь наш быт, они вращаются вокруг этих прав, которые как бы есть у человека, но мы видим, оно не соблюдается. Не соблюдается потому что, потому что потому, да. Вот. И главные ценности, которые у нас должны быть, как у христиан, да, они записаны в Евангелии, они даны Иисусом Христом, они даны Моисеем. Мы не должны, знаете, сказать, что вот то, что Моисей написал, Иисус отменил. Этого нету. Это неправда. Все, что было в законе, вся его моральная часть, вся его духовная часть, вся его нравственная часть, они перекочевали. Они, ну, так и остались, это, ну, составляющие. И мы должны это понимать. Смотрите, что произошло там, в Гаваоне, когда пришли эти, эти гаванитяне. Народ Божий, он не вопросил Господа. И он заключил с ними союз. А через пару дней они приходят к этому Гавуону. Люди приходят, а, ребята, а мы тут, ну, как бы это мы, вы же с нами попоклялись. И те разводят руками, пошли к Господу вопрошать. Господь говорит, ну, что, надо же было раньше думать. У вас же, ну, глаза даны. Вам, вы же не просто должны быть, Вадимы, да? У них там были все, как бы, инструменты для того, чтобы слышать Бога, короче говоря. У них было, они могли это. Там, там, прям как в этом месте написано в Иисуса Навинах книге, что они не вопросили Господа, что они пошли, вот это вот так вот легкомысленно, вот так вот поверили, доверились своим глазам, ушам и всему остальному. И они заключили с ними союз. И знаете, этот союз, хотя они как бы, ну все, ну мы перед Богом не можем, ну, теперь вас убить. Перед Богом не можем. То есть мы будем, мы навлечем на себя проклятие, если мы, ну, переступим вот тот союз, который мы с вами заключили. И им приходится теперь, они сами себя поставили в такое положение, когда им приходится теперь жить с этими гаванитянами, с ихней культурой, с ихней, то есть представьте, а это ж не просто так. Это ж представляете себе, что, допустим, ну вот если взять, есть молодые израильтяне, а у них же гормоны, а у них же весна, а у них же, ну что, а тут гаванитянские девушки выходят, а у них там своя начинка. Это вроде бы кажется таким вот чем-то невинным, таким вот чем-то, ну как бы, да ну что, ну аж красиво. Да ничего, там дальше разберемся. Знаете, когда баптисты в церкви запрещали выходить замуж и жениться за неверующих, я сегодня только до конца понимаю, насколько это важно. Почему? Потому что человек с другой начинкой совсем. У него другие ценности. Вы будете, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». У него другие ценности, у него другие, ну как бы, вообще начинка другая, короче говоря. И вот они как бы, вот израильтяне поставили в себя такое положение, когда они уже не могут, не могут они уже как бы убить этих людей. И знаете, интересно то, что Саул, когда был царем, написано, точнее нет, ну происходит так, что уже когда Давид был царем, происходит голод в стране. Помните, да? И они начинают вопрошать Господа, Господи, а почему голод в стране? Он говорит, а это из-за того, что Саул убил гаванитян. Казалось бы, 400 лет уже прошло, ребята, 400 лет прошло, а в духовном мире эти законы до сих пор действуют. Проклятие, то, которое Саул, Саул может быть, где-то по своей ревности, а, с вами тогда вот неправильно Иисус Навин сделал, он должен вас был еще тогда убить, а ну-ка я сейчас восстановлю справедливость, и пошел этих гаванитян убивать. А потом, он не убил их до конца, а потом в результате этого приходит проклятие, уже голод, короче, во времена Давида. Представляете, какие долгосрочные последствия всего лишь одного такого вот легкомысленного поступка, который произошел вот там вот, в самом начале. Но давайте сейчас откроем судей. Я просто хочу, чтобы вы вникли, ну и поняли всю трагедию того, что произошло именно с той моделью, которой Бог хотел, Бог хотел создать. Сейчас, 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 судей открываем, первая глава. Тут надо прочитать буквально первую всю главу. Смотрите, «По смерти Иисуса вопрошали сыны Израилева Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на Ханане и воевать с ними? Сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предаю землю в руки его. Иуда же сказал Симеону, брату своему, войди со мной в жребие мои, будем воевать с Хананя, я войду с тобой в твой жребий». И пошли они, и побили, и классно все, и у них получилось, и Адоний везде побежал. И тут как бы в начале главы идет то, что вот какие у них успехи, как они в том, что Бог им сказал истребить эти народы земли, да, они преуспевают, у них успехи, у них как бы есть, ну, есть то, чем можно похвалиться. И тут как бы идет, идет вот Иуда, там все у него как бы нормально, он с Симеоном вместе с братом два колена сошлись, и как бы такие объединились силой, и начали, в общем, ну, хорошо делать. Оттуда прошли против Давира, Халев сказал, кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою. И тут Гафанаил нашелся, короче, красавчик тоже. Все победил. Сыны Афора Кинянина, тестья Моисеева, представляете, это человек, который, а, кстати, вот тут еще нужно отметить, Бог же никогда не закрывал вот этот завет, да, который Бог, ну, Бог хочет сделать царство Божье, да, мы понимаем это вот именно в Ветхом Завете. И он берет, ну, народ, и этот народ не чисто евреи, потому что есть место, написано, что из Египта вышло много иноплеменников, но что объединяет этих людей? Одни ценности. Бог дал эти ценности, и смотрите, уже 40 лет они в пустыне, 600 тысяч погибло, да, а вот сыны Афора Кинянина, тестья Моисеева, это вообще человек, вообще не еврей, короче, понимаете, и он здесь, он выжил, его сыны выжили, то есть он в Завете, он в Царстве Божьем, все нормально, то есть он в этой модели, он продолжает. Я понимаю, что сегодня, чтобы мне называться, ну, быть в Царстве Божьем, ну, только один, как бы, критерий мне нужно соблюсти, мне нужно проверить, у человека правильные ли ценности, да, то есть если у человека двойные стандарты какие-то, я уже сомневаюсь, то есть знаете, как бы, ну, ну, такой вот момент, ладно, немножко отвлекаюсь, и пошел Иуда, в общем, и здесь был Господь Судов, отдали халеву херох, хорошо, и вот пошли, 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 23 стих, луз, норма увидели стража, тут тоже все, как бы успех победили, все получается, так все, Господь вместе с ними, и вот 27 стих начинается, и Монасия не выгнал, а, еще тут раньше, наверное, кто-то не выгнал, ну, короче, давайте уже с 27, Монасия не выгнал жителей Бевсана, и зависящие от него городов, Анаха, зависящие от него городов, жителей Дора, и, короче, тут начинается о том, чего они не сделали, первая половина главы начинается о том, сколько они успели, преуспели в том, чтобы выполнить слово Божье, а вторая половина главы, она повествует о том, чего они не сделали, и тут даже, наверное, больше, чем то, что они сделали, короче говоря, В общем, по факту, ну, вы можете почитать, да, вот, Нефалим не изгнал жителей Вивсамиса, Амареи стеснили сынов Дановых. Нефалим не изгнал Амареи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить в долину, и остались Амареи жить в Горейский рейс, в Авелоне. Все, все это предпосылки для чего? Для того, что еврейский народ, он все равно возьмет чужие ценности, он все равно смешается, он все равно не сохранит оригинальность, у него все равно произойдет то, что его начинка, вот это вот ценности, да, его культура, она, ну, будет вот это вот смешение. Знаете, когда говорится о том, что Бог в Вавилоне смешал языки, и потом, когда говорится о великой блуднице и имя города тому Вавилон, я понимаю, что сегодня, ну, вот, если брать даже моего отца, ну, неверующий человек был до долгого времени, а когда я был маленький, у него, ну, было 57 наименований различной оккультной литературы. От йоги, от шиатсу, всякий цигун, всякие астрологические, нумерологические моменты, черная-белая магия, в общем, все то, что потустороннее, он даже брал книги, которые ему нравились, он их переписывал, потому что тогда еще ксерокса не было. То есть, представляете, насколько я понимаю, что, вот, что у него в голове после всего этого, что у него, когда, ну, что вообще у человека, потому что ты же должен как-то себя идентифицировать. И вот знаешь, когда у тебя в голове одно Слово Божье, когда у тебя одни ценности в голове, тогда ты можешь идентифицировать себя как образ и подобие Божье. А если у тебя нет этого, то кто ты? Знаешь, вот то, что сегодня мы видим, когда, ну, парень себе наколку на все лицо делает, это ж не, это ж, ну, вы понимаете, что это ж, ну, оттуда, вот, оттуда. Когда вот это вот все, ну, все вот эти вот вещи, я не буду перечислять, вы все прекрасно понимаете, да? То есть, это, ну, когда человек приходит, да, ну, я сам знаю, я знаю, какие у меня были ценности, когда я пришел к Богу, но как произошло мое преображение? Господь начал касаться моего сердца, я начал эти ценности, которые вот тут, вот, библейские, я начал это брать своими ценностями. Да, до определенного момента у меня были проблемы, почему? Потому что у меня были двойные стандарты. Знаете, когда мы сегодня говорим, что вот евреи, они вот такие, короче, не выполнили Слово Год Божье, то мы такие же самые, почему? Потому что если копнуть поглубже, то у нас вот тут вот тоже не совсем оригинальность сохранилась, и нам вот тут вот еще поработать надо с нашей начинкой, с нашей начинкой. И как это сделать? А вот, когда ты писаешь, читаешь Писание, Писание читает тебя. Дух Святой, Он тебе показывает на те моменты, которые в тебе не соответствуют стандартам. И когда ты принимаешь стандарты Божьи, и говоришь, Господь, я хочу соответствовать твоим стандартам, то ты на пути к Царству Божьему. Царство Божье — это люди, это ты и я. Знаете, может быть, мы видим сегодня большие церкви, да, ну и можно ли сказать, что это люди, они граждане Царства Божьего? Можно сказать только тогда, когда ты убедишься, что у этого человека правильные ценности, библейские ценности, что он, проводя самоанализ, соизмеряя себя, самоидентифицируя себя, да, он, его ценности, они соответствуют библейским ценностям. Аминь. И вот тут вот приходит во второй главе ангел Господень из Бгалгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта, ввел вас в землю, которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали глаза моего. Что вы это сделали? Потому, и я говорю, не изгоню их от вас, то есть лишаетесь вы силы, друзья. У вас не будет силы. Если мы сегодня хотим Царства Божьего в силе, когда чудеса совершаются, когда исцеление, когда это все, я знаю, что нам нужно еще вырасти в полный возраст Христов, это когда у нас вот тут начинка правильная, когда мы соответствуем Царству, когда рельсы проложены, тогда поезд может приехать, понимаете? Я надеюсь, что концепция теперь Царства Божьего вам ясна. Царство Божье – это прежде всего те ценности, которые мы принимаем либо отвергаем. Если мы сегодня хотим быть народом Божьим, то мы должны эти ценности поставить во главе угла, как Христос, да, вон написано «краеугольный камень». Он во главе угла. Все. И на этот угол равняется все. Все строение, которое складывается дальше, оно равняется на этот первый кирпич. Если кто строитель, тот понимает, о чем я говорю. Если ты вдруг читаешь Писание, и Писание видит в тебе грех, оно такое. И Дух Святой, Он же для этого тебе дан. И знаете, именно Новый Завет, Он вводит такое понятие, вы можете забить в синодальном переводе в поисковике, «добрая совесть». Или просто даже слово «совесть». Что такое совесть? И вам покажет, что в Ветхом Завете вообще такого понятия нету. Оно появляется только в Новом Завете, когда уже Дух Святой начинает работать, и когда первый раз слово «совесть» появляется в момент, когда к Иисусу приводят блудницу, ее хотят побить камнями, и спрашивают Иисуса, что делать. А Иисус говорит, кто из вас без греха, первый бросит с нее камень. И написано, они, будучи обличаемой совестью, начали оттуда уходить, от старых до молодых. И это первый раз, когда упоминается совесть. Но мы видим, как есть такой термин в Новом Завете, его вводят уже апостолы, как «добрая совесть». И он говорит, что «добрая совесть» — это как раз вот этот вот индикатор, который тебе говорит, что ты святой, что ты праведный, что ты делаешь все хорошо, что твои ценности верные. Вот эта «добрая совесть» тебе — это полицейский, который тебе сигнализирует тогда, когда ты делаешь что-то не так. И если ты отвергаешь эту «добрую совесть», то ты приступаешь в завет, в принципе. Потому что когда ты принимаешь крещение, Павел говорит, что когда вы креститесь, это же не плотской нечистоты омытия, а обещанию Богу о доброй совести. Аминь? То есть это то, что ты обещаешь Богу. Господь, я хочу соответствовать твоим стандартам. Я хочу соответствовать тем ценностям, которые ты для меня учредил. Если я не соответствую, это мои двойные стандарты. Извини, но твой фундамент неправильный. А фундамент ценностей, они же определяют все. Когда я ценю своих родителей, это вокруг родителей начинает вращаться моя жизнь. Когда я ценю свою жену, свою семью, вокруг жены и моей семьи начинает вращаться мое время. Когда я ценю Господа, вся моя жизнь начинает вращаться вокруг Господа. Когда я пришел к Богу, я был эгоист, я был непонятно кто, я был царь на троне. Все должно вращаться вокруг меня. Но когда я пришел к Богу, что произошло? Он стал моим господином. И я говорю, что велишь делать? Вся моя жизнь начинает вращаться вокруг Господа. Это в принципе то, о чем говорит Иисус. Кто хочет идти за мной, отвергнет себя. Он говорит, кто хочет душу свою спасти, начинку кто хочет. Кто еще ценит что-то, что у него есть, вот тут, а вот, тот потеряет эту душу. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет. То есть это как раз вот этот момент, когда ты понимаешь, что тебе надо вот тут перемениться. Писание много об этом говорит. Одно из местописаний, когда говорится, что не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Понимаете, что в нашем компьютере слишком много программ, которые вообще не от Бога. Не Бог туда их устанавливал. Ну, в нашем компьютере я имею ввиду. Понимаете? Что нам нужно вернуться. И что это является условием для того, чтобы Царство Божье пришло. То, которое желанное, то, в котором есть сила, то, которое не просто на бумаге какое-то царство. Понимаете? То, о чем говорит Иисус. Он говорит, что это жемчужина, которую человек однажды нашел, и он пошел и продает все, что у него есть. И покупает то поле, где закопана эта жемчужина. Аминь. Я вижу, что вы устали. Но я надеюсь, что мысли, которые я озвучил, ну, понятно. Вы можете теперь сказать вообще, кто такой, ну, житель Царства Божьего или гражданин Царства Божьего? Кто может сказать? То есть у человека, у которого ценности, правильные ценности. Да? Аминь. Гражданин Царства Божьего, это тот, кто родился в Царстве. Да, да, да. Но, да, да, правильно. Уже есть возраст, да, уже зрелости мы говорим. Да, да, я неправильно поставил вопрос. То есть зрелость, христианская зрелость, да, полный возраст Христов, это когда у нас все ценности, все в елочку, все правильно, все выстроено правильно. Только тогда, когда вот все выстроено правильно, тогда знаете, что будет? тогда все, Писание говорит, что у вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе. Когда у нас все ценности будут правильные, тогда мы будем понимать все правильно. Мы хотя бы теперь, вы понимаете, куда нам стремиться надо? Когда мы молимся, да придет Царствие Твое, чего мы молимся, чего мы вообще просим? Понимаете, чего мы просим? Когда я молюсь, что да придет Царствие Твое, я прежде всего понимаю, что я хочу, чтобы у моей сестры, у моего брата, у моего близкого, у моего соседа, у человека, который приходит в церковь, у него выравнивались ценности в голове. И они становились библейскими, они становились теми, которые Бог учредил. Ни человек, ни государство, ни организация ООН, ни Красный Крест, ни еще какие-то другие человеческие учения, человеческие выводы, мудрость человеческая. А именно вот, что-что? Бесовская, да. Аминь. Аллилуйя. Так, я извиняюсь, ну, я надеюсь, я не сказал ничего лишнего. Не закончил еще. Конечно, потому что ты сказал, что на том месте, где говорится, что кто не родился свыше, не может видеть так. Но это в Никодиме. Да, то есть нужно продолжить именно, ты рассказал о концепции, то, но, и чем отличие, что пришло. А в Новом Завете? Ага, на следующий раз, да. Нет, я думаю, да, нужно пожарить еще. Апгрейд. Ты привел к самому интересному и важному, то есть о чем ты называл пока это свыше. Без рождения, без рождения слышу, просто две эти ценности приняли. Да. Нет, вопрос другой. А ну, еще, пожалуйста, что? Это долго не стоит. Да, ладно, ладно, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, ну, я никого не разочаровал тем, что я написал, что имею слово от Бога и что это хлеб действительно с небес. Надеюсь, и там тоже никто не разочарован. Я знаю, что это рождено в тайной комнате, это не рождено, ну, это рождено в исследовании Писания, это рождено, ну, я верующий уже 30 лет, и я сегодня сам радуюсь, что я прихожу, наконец-то, к пониманию. Вообще, если Иисус, я же говорю, Он ставит для нас цели, что такое царство, а я до конца не понимаю, что такое царство Божье, и куда мне вообще двигаться, и чего мне добиваться, и что мне ждать от людей, да, то сегодня я хотя бы понимаю, что мне, ну, от людей, от верующих хотя бы ждать нужно то, что у меня с ними одни ценности, и они здесь записаны. Что мы должны, как зубок, у нас должен отказ от зубов отскакивать наша конституция, мы должны знать свои права, мы должны знать свои обязанности, это царство Божье, если мы горим за царство Божье, если мы хотим построить настоящее царство Божье на земле, чтобы воля Божья была здесь на земле, да, то мы должны прежде всего сами иметь эти ценности, а потом уже, ну, от кого-то, ну, ждать, что кто-то тоже у него эти ценности появятся, да, аминь. Хорошо, у нас еще служение хлебопреломления, и вот тут я, наверное, как раз тоже чуть-чуть, что там, там все нормально? Вот тут вот я, наверное, еще как раз продолжу, вот, от той ритуальной части, которая из Ветхого Завета не перекочевала. Смотрите, Иисус, когда преломил хлеб, да, это была та тайная вещей, четыре евангелиста об этом, или не четыре, ну, в общем, они рассказывают об этих событиях, да, что они встречались, была тайная вечеря, но, знаете, ни один из них, ну, не говорит, если это была Пасха, они должны были вкушать Пасху. Ну, я не видел ни одного евангелиста, что у них там они, ну, закололи, что повествуются о том, может быть, это само собой разумеющееся, а может быть, действительно, на той Пасхе уже агнцем был Христос. И они брали этот, брали этот, ну, это вино, он им разломил и сказал, вот Пасха, да, вот он, вот эта кровь, говорит, Нового Завета, это кровь Нового Завета. И очень мне интересно, знаете, я однажды обнаружил, что Иоанн, апостол Иоанн в своем Евангелии, он говорит о том, как Христу пронзили уже на кресте, да, ну, убедиться, вообще, смотрите, когда три евангелиста, они говорят такие слова, что когда Иисус, Он испустил дух, они как бы подводят сразу черту и говорят, что завеса в храме разорвалась. То есть, как бы показывая то, что то служение, то вот ритуальное служение, которое было там вот в этом самом, в храме, оно прекратило свое существование, Бог это упразднил. Но именно в этот момент Христос пришел со своей кровью, да, на небо. И Иоанн, Он говорит такие слова, Он говорит, в тот час истекла вода и кровь. Я как-то всегда на это обращал внимание, я не понимал, а при чем тут вода и кровь. И тут я начал читать евреев, это восьмая глава. Я помню, как мне просто, ну, я увидел это. Сейчас я постараюсь это быстро найти. Евреям, восьмая глава. Здесь написано, что и первый, ну, как раз таки вот о том, что первый завет, он служил лишь образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинию, смотри, сказано, все сделай по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. То есть здесь апгрейд был. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. То есть он был несовершенный, он где-то, ну, подкачивал. Но пророк Укоряй говорит, вот наступают дни, когда Господь говорит, Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои и мысли их, и напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от мала до великого будут знать меня. Потому что я буду милостью к неправдам моих, и грехов их, и беззаконий не восприниму более. Говоря новый, сказал, показал ветхость первого. А ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но это мы говорим сейчас о ритуальной части Ветхого Завета. Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, трапеза, предложение хлебов, которое называется святое. За вторую же скинию, завесою, была скиния, называемая святое святых, имеющая кадильницу золотую, обложенную. То есть это все были символические какие-то такие вот моменты, которые еще нам надо разобраться. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут есть место, где написано, что Христос первоосвященник будущий благ придя с большей совершеннейшую скинию нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через сокропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, но оно не имеет силы, когда завещатель жив. «Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, перед всем народом взял кровь тельцов и козлов с водою». То есть Первый Завет, когда делал Моисей, там тоже была кровь и вода. Я задал Богу вопрос, Бог, а почему кровь и вода? И у меня есть такая интерпретация, я не знаю, насколько она верна, я не буду делать из этого какое-то теологическое, но знаете, что я увидел? Кровью очищалась душа человека в Ветхом Завете, а водой омывалась ритуальная чистота. У евреев было такое понятие, когда прикоснулся к мертвому или какое-то истечение. И у них были, либо надо было в речке окунаться в живой воде, либо это были специальные купальни, миквы они назывались. И они там как бы восстанавливали свою ритуальную чистоту. То есть вода участвовала в этой, она была как средством, чтобы очиститься. А кровь была средством, чтобы очистить душу. Понимаете? Да, да. Ну я как бы такую интерпретацию получил, надеюсь, она правильная. Но в Новом Завете уже есть еще и такой интересный момент, что Иисус, когда говорит ученикам в 15 главе Иоанна, Он говорит, что вы уже очищены через Слово. То есть я понимаю, опять же, мы возвращаемся к этому, что Слово Божие, которое мы слышим и которое мы принимаем, и которое становится нашей ценностью, нашей начинкой внутренней, это очищает нас. В другом месте Павел говорит, он говорит, что вы уже очистив их баню водную посредством Слова. То есть это такой прообраз, что вода это Слово. То есть, опять же, я просто хочу сейчас провести параллель между тем, что Моисей, когда заключал завет в пустыне, он взял кровь и воду для того, чтобы он взял, произнес все слова, говоря, это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. Также окропил кровью скиню, все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, только без пролития крови не бывает прощения. Но сам факт того, что Иисус, вот этот Иоанн, он подчеркивает этот момент, когда его воины римские проткнули, да, ему ребра, да, и стекла, вода и кровь. Ну, найдите в Библии этот момент, у Иоанна это написано. Но этот момент, он тоже символический. Это символический, ну, как раз таки вот этот момент, когда кровь и вода излилась, это тоже заключение завета произошло уже физически. Если вот это для нас символическая, да, кровь, то, что Христос, ломимое его тело было там, на Голгофе, и кровь его провелась там, на Голгофе, да, и это наше искупление, это наше спасение, это то, что, ну, то, что родило наш завет. То вот этот хлеб и вот это вино сегодня, это когда мы вспоминаем то, что Христос сделал для нас, вспоминаем то, что Он заключил Новый Завет, Он был послан Богом, чтобы исправить Ветхий Завет и заключить Новый Завет. И мы сегодня с вами в этом завете, и мы как участвуем тоже в этом завете, и как, ну, если у тебя ценности библейские, если ты принял Иисуса Христа, если ты, ну, согласен с тем, чтобы Бог, Он хочет тебя менять, если ты согласен быть в завете, да, в этом вот, который обещает нам спасение, то сегодня мы будем совершать вот это символическое действие, которое, ну, да, ну, мы будем вспоминать, ну, мы вспоминаем о том, что сделал Христос для нас. Это кровь завета, и это тело Иисуса Христа, ломимое за нас. Это то, что произошло, и это то, что вообще делает нас сегодня спасенными людьми, да. Новый Завет, который, говорит, положу у вас в сердце. То есть уже, говорит, не надо ходить кому-то, у вас будет добрая совесть, это добрая совесть, когда вы будете читать Писание, оно будет вам говорить, говорить, вот это правильно, вот это неправильно, этого держись, это отвергни, да, то есть, ну, такой момент. И добрая совесть, ну, это тоже индикатор, наш индикатор, внутренний индикатор. Аминь. Давайте тогда. Да, мы, ну, как бы не нашли сегодня принадлежности наши, уже потом нашли поздно, до конца думали, что они здесь в 11 комнате, поэтому пришлось сделать вот так вот. И я думаю, да, да, ну, мы сейчас давайте помолимся, и потом каждый, или давайте каждый можете подойти взять, а потом мы помолимся. Давайте так. Как раз у нас... Это я выставлял. Аллилуйя. Ну, Серега наливал, я выставлял. Так же самое мы сегодня не смогли найти виноградного сока красного, и сегодня у нас... Сегодня у нас настоящее вино. Все как надо, да? По-взрослому, да? По-взрослому. Ну, полный возраст Христов, приходим, пошел. Теперь по-взрослому надо вино по-настоящему пить. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец. Мы приходим сейчас к Тебе, Господь, с благодарностью. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас в этом мире. Ты привел нас к истинным ценностям. Ты привел нас ко Христу. Ты привел нас к истине. Ты наш Творец, Ты наш Создатель. Спасибо Тебе за Иисуса, который пришел на эту землю. Который выполнил то, что Ты предназначал для нашего спасения. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты был послушен Отцу. Спасибо Тебе, что Ты согласился. Ты добровольно это сделал. Тебя никто не принуждал. Ты сделал это из любви. В Тебе были те же чувствования, что и у Отца. Ты из любви пошел на крест за нас. И мы очень дорожим, Господь, тем, что Ты совершил для нас. И сегодня мы принимаем, Господь, с благодарностью Твою кровь за нас пролитую. Мы помним о ней, Господь. И Твою плоть за нас, ломимую, Господь. Мы никогда этого не забудем. Мы с благодарностью, Господь, принимаем, Господь, сегодня Твое Слово. Принимаем прежде всего Твое Слово. Потому что это делает нас людьми, которыми Ты хочешь нас видеть, Господь. И там, где у нас что-то не получается, я прошу, пусть приходит Твоя сила. Я знаю, что Твоя сила приходит к тем людям, которые искренне. Твоя сила приходит к тем людям, которые не лицемерят, которые не живут двойными стандартами. Что Ты люди, которые искренне приходят к Тебе за помощью и просят силы для решения каких-то вопросов внутренних, вопросов внешних, Господь. Ты посылаешь им силу. Я молю Тебя, яви свою славу, Господь, в жизнях этих людей, которые не скрывают, которые ходят в истине, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благословляем, Господь, Твое святое имя. Мы с благодарностью принимаем, Боже. Аллилуйя. 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 Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас. Очисти нас. Я хочу исполнить болью Твою. Прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою. Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти меня кровью своей. Не дай мне сойти с Твоих путей. Очисти нас. Очисти нас. Очисти нас.